ну что ж здравствуйте коллеги снова очень рад вас всех видеть точнее не видеть но незримо чувствовать ваше присутствие на нашем курсе машинного обучения и сегодня мы продолжаем наш второй семестр вероятностные графические модели до которых мы все никак не доберемся и я должен начать с того что отдать долг за предыдущее занятие на котором чё-то я подзапутался в методе релевантных векторов и когда начал пытаться распутываться я понял что не просто так я запутался потому что как-то все это выглядело совсем незнакомо не очень сложно но совсем незнакомо видимо все таки никогда его не рассказывал на самом деле всегда говорил что ну тут тут я рассказывать не буду вот и к сожалению оказалось что не зря я так говорил там действительно нет ничего сверхъестественно сложного на все как-то очень долго и мучительно все эти формулы надо выводить и переписывать поэтому если можно я просто скажу основное вот закрою дырку которую которую я оставил но тоже без вычислительных деталей они отчасти похоже на то что мы делали в прошлом семестре отчасти к сожалению не очень ну да ладно вот в общем я напомню что смысл был такой мы занимались линейной регрессии насчет линейной регрессии вот такое у нас было значит распределение да это базовое предположение линейной регрессии правдоподобие одной точки мы обозначали это через бета вот и в рвм мы вводили такое априорное распределение значит произведение гауссианов с центром конечно в нуле но с разными дисперсиями с разными вот этими точностями альфа и т и соответственно была такая диагональная матрица которая представляла собой эту матрицку вариации вот и а то что мы точно делали в прошлом семестре это мы конечно понимаем как выглядит а постерьерное распределение p от w при условии d альфа бета это тоже гауссиан с центром мю с матрицей к вариации сигма где значит сигма минус 1 это а плюс бета на x транспонированная на x а мю это сигма там бета на сигма на x транспонированная на и вот и суть метода рвм заключалась в том что мы брали мы занимались эмпирическим байсом в такой ситуации то есть мы рассматривали p от y при условии x альфа бета что такое p от y при условии x альфа бета ну это интеграл p от y дата сета это интеграл по всем значит так нам p от y при условии w и бета на p в условии альфа w вот брали правдоподобие всего дата сетом тут еще x конечно а и как это выглядит ну чего там какой-то значит бета пополам в степени n пополам в этом 2 пи в степени n пополам потом еще вот отсюда 1 на 2 пи в степени d пополам да а что собственно остается в интеграле значит что остается в интеграле а еще альфа и ты забыл да значит произведение альфа корней из альфа и тах по и вот и и по интеграле остается и в степени вот то что мы когда-то в эмпирическом байсе называли функции энергии и w значит я w это в данном случае на вторая w на а на w плюс одна вторая w минус и грек минус x на w как-то так вот и теперь значит дальше вот я наверное вычисления все-таки пропущу но скажу какие там пункты вот первый пункт в том чтобы взять это я w и его переформатировать в такую форму вот это похоже на то что мы делали в прошлом семестре начать выделить там полный квадрат по w это получится полный квадрат вот как раз такой который мы ожидаем апостерерное распределение и понять что остаток там это будет е от и и от y где значит е от и грек это вот то же самое более того можно посчитать е от и грек тоже отдельно и найти что это одна вторая значит и грек транспонированы на такую вот новую матрицу c на y где c это бета минус 1 на единичную матрицу плюс x на минус 1 из экспонировано так вот и вот это просто какие-то значит матричные вычисления которые надо мучительно делать в этот момент у нас появляется вот логарифм п от y при условии x альфа бета мы можем взять теперь интеграл вот этот от гауссиана а это от w не зависит это просто вылезет наружу и у нас получится вот такой логарифм там n пополам логарифм бета минус d пополам логарифм двух пи плюс 1 2 на сумму логарифм альфа и тах минус вот это е от y и минус нормировочная константа от этого гауссиана 1 2 логарифм определителя сигма и что еще надо еще 2 пи какое-то да и еще минус n пополам логарифмом 2 пи но это уже не важно вот и теперь вот эту штуку я должен максимизировать по альфа и бета вот и тут начинаются дальнейшие трудности значит дальнейшие трудности такие пункт 2 дальше надо воспользоваться формулами о том как брать производные от вот этого и это не так просто тоже там надо чего-то доказывать но в общем получаются такие на выходе формулы что если у меня есть какая-то матрица давайте с чтобы ни с чем не путать и я хочу взять ее производную по какой-то переменной x ну то есть в с там ее элементы как-то зависит от x то d логарифм определителя spdx и это значит след от с минус 1 на dspdx ну то есть матрицы производных вот с другой стороны там ds минус 1 pdx это тоже нам сейчас будет важно это минус с минус 1 dspdx на с минус 1 вот а даже не знаю стоит ли это оставлять качестве упражнения в общем известные формулы которые под но эту легко доказать а вот тут надо немножко повозиться так и теперь значит когда мы это все эти две формулы сходы складываем вместе получается что вот это это минус след вот я теперь сюда подставлю ну как минус 1 у меня и ну то есть у меня будет минус с на ds минус 1 на s то есть это минус след с минус 1 и сократятся ds минус 1 pdx на s вот почему я так сделал потому что у меня есть не сигма у меня сигма минус 1 это хорошая простая матрица и теперь если я возьму d логарифм определителя сигма по d альфа и ты например то у меня получится смотрите d сигма минус 1 pd альфа и ты сигма минус 1 от альфа и того зависит вот здесь в этой диагональной матрицы то есть d сигма минус 1 pd альфа и ты здесь здесь не зависит то есть это просто матрица с одной единственной единичкой на диагонали в этом месте все остальное нули поэтому от следа останется только насчет минус сигма и это да вот вот это с след матрицы с умноженной на матрицы всех нулей с одной единичкой вот а с другой стороны вот тут значит если по db это взять производную то тут конечно хитрее потому что еще надо помочь цепо вычислять здесь получится смотрите где тут от бета зависит ну вот от бета зависит то есть это значит d сигма минус 1 pd бета это x транспонированная на x поэтому это будет минус след так сейчас правильно ну да минус след x транспонированная на x на сигму вот и дальше что нам нужно сделать нам нужно взять вот это подставить насчет взять нам надо на самом деле взять производную вот этого маргинального правдоподобия pd альфа это и pd бета но вот надо значит тут все побрать ну например по d альфа это давайте возьмем это легко тут 1 делить на 2 альфа это дальше е от y смотрите е от y а даже наверное c мне не нужно я лучше в этой форме в этой форме посмотрю значит е от y так подождите нет в этой форме не получится в этой форме все таки значит я от y это y транспонированная на вот это на y а где здесь альфа альфа вот здесь нет дайте что-то 5 не туда это же господи я тут всего лишь хотел сказать что что я хотел сказать ладно давайте вспомним что такое е от y это получается 1 2 на бета y транспонированная на y минус мил транспонированная сигма минус 1 на мю вот вот это изначальная форма я от y которая получается отсюда а наверное вот в этой форме будет проще всего потому что теперь первая часть от альфа не зависит вторая часть это как раз сигма минус 1 где альфа вот тоже тут только в матрица на диагональ стоит поэтому d е от y под альфа это вот мил и т в квадрате минус то есть это значит минус мил и т в квадрате пополам тоже да и еще вот это минус сигма и т тоже с 1 2 значит минус 1 2 на сигма и т что-то вот такое получается и вот это теперь надо приравнять нулю и отсюда выразить значит альфа и т но альфа и т этот выразиться значит как выразиться альфа и т выразиться как там один минус альфа и т на сигма и т поделить на и т в квадрате то есть альфа и т конечно выразиться через тоже альфа и т но в сигме тоже есть альфа поэтому тут замкнутой формулы все равно не получится а вот до этого же самого логарифма pdb это там еще надо повозиться и вот тогда из него уже то есть надо еще по преобразовывать вот этот след тоже повозиться с матричными вычислениями и вот тогда оттуда уже получится там формула для бета которые мы писали чтобы это минус 1 это y минус x на мил в квадрате поделить на м минус сумма по и вот этих величин то есть ну ладно это как-то поскольку эту величину не выводил то просто поделить на сумму по и альфа и т сигма и т вот а в общем много сложных вычислений которые не добавят нам понимания давайте я все-таки пропущу вот но если будет желание в этом разобраться то пишите сообщайте если полчасика еще посидеть то конечно можно все выписать но честно говорю не хочется вот значит это была та дырка которая осталась предыдущего раза а а теперь давайте двигаться нашей сегодняшней теме и наша сегодняшняя тема главная это ем алгоритм но ем алгоритм мы к нему давайте придем таким нет не окольным наоборот самым прямым путем за мотивируем его через задачу кластеризации вот у нас первая тема это задачи кластеризации но наверное вы примерно по ним представляете вас есть какая-то картиночка в голове того что такое кластеризации как она выглядит то есть если у меня есть какие-то точечки они не разделены на классы то есть они не красные синие и зеленые они все одинаково оранжевые то есть кластеризация эта часть обучения без учителя но тем не менее наше предположение про эти точечки заключается в том что их можно разумным образом разделить на части на подмножество может с какими-то выбросами сейчас сейчас увидим об этом вот так что внутри одного кластера одного подмножества точечки будут похожи друг на друга а между кластерами они будут ну гораздо менее похожи друг на друга вопрос видимо заключается в том что такое похоже то есть главное что нужно для того чтобы алгоритмы кластеризации начали работать у нас должно быть определено какое-то вот расстояние между точка и разумеется если это точки в преддомом пространстве то этому может быть просто и в преддого расстояния но на самом деле это необязательно то есть многие алгоритмы кластеризации будут также работать если это будет какое-нибудь там не знаю расстояние хэмминга между булевыми строчками или просто строчками или еще какое-нибудь хитрое расстояние или может быть даже вообще не метрика хотя с этим будет сложнее но в целом надо чтобы было определенно или расстояние или на худой конец метрик и по хоже стен ну то есть опять же если расстояние уже есть метрика похожести там что-то типа единицы делить на расстояние, но не совсем наоборот. Из метрики похожести у вас может не получиться метрика или может не очевидно быть, как определить метрику в обратную сторону. Ну, в общем, давайте пока будем считать, что мы находимся в викликанном пространстве, так будет проще. В общем, как можно попытаться подойти к задаче кластеризации? Прежде чем я перейду к основному содержанию, к вероятностному взгляду на кластеризацию и, соответственно, к ЕМ-алгоритму, давайте я пару слов скажу о том, как можно какие-то другие алгоритмы тут придумать, предложить. И, на самом деле, самый простой, самый первый алгоритм это то, что называется агломеративная кластеризация, которая выглядит так. Смотрите, давайте возьмем все точки, которые у нас есть. Вот есть у нас этот набор точек. И будем искать среди этих точек ближайшие. Ну, то есть давайте я вот так условно сейчас нарисую. Вот это все мои точки. Сейчас поймете, почему я их так рисую вдоль прямой. Вот. Это все мои точки. И предположим, что я нашел среди них, ну, вот просто две самые близкие точки, которые только есть. Давайте вот это будет, скажем, вот эти две. Когда я нашел эти две самые близкие точки, первое, что я говорю, это, ну, слушайте, я делю точки на кластеры по вот этой метрике близости, по расстоянию. Ну, конечно, две самые близкие точки из всего датасета, конечно, они попадут в один и тот же кластер. Если кластеров вообще меньше, чем точек. Поэтому давайте их объединим. Вот. Получится такой кластер из двух точек. Дальше давайте найдем еще две ближайшие. Вот, например, вот эти две. И их объединим. Потом еще две ближайшие. И их объединим. Потом, например, в следующий момент ближайшие окажутся не две точки, а вот эта точка окажется ближайшей к этим двум. И тогда мы их объединим в три. А потом, скажем, в четыре. А потом тут еще две объединим. А потом тут еще две объединим. Ну, и вот так будем строить это дерево. Пока не... Ну, и тут уже все точки. Пока не придем к корню. Когда у нас получится такое дерево? Теперь из этого дерева, вот, согласно алгоритму, по которому мы его строили, получается, что мы можем сделать из него кластеризацию насколько угодно кластеров. Вот это, кстати, будет немножко больная тема вероятностной кластеризации. Для EM-алгоритма нужно будет задать число кластеров заранее. А здесь нет. Здесь вот мы построили дерево, и это сразу кластеризация насколько угодно. Да, если нужно на два кластера разбить, ну, тогда вот здесь... Сейчас, 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 секундочку. Вопрос от меня будет, да? Если на два кластера разбить, то вот здесь проведем черту. Если на три кластера разбить, то вот здесь, в смысле от того, какая там последняя была операция, например, вот здесь проведем черту, будут вот такие три кластера. В общем, понятно, что из этого дерева теперь можно нарезать столько кластеров, сколько нужно, согласно вот этому принципу. И теперь вот, собственно, вопрос, да, который, видимо, вы хотели задать мне. Если нет, то прошу прощения. Все ли здесь понятно? Что все ли определено в этом алгоритме? Значит, ближайшие к этому тоже. Да. Это, собственно, единственный вопрос, который нужно решить, прежде чем этот алгоритм можно будет запрограммировать, это действительно... Мне нужно определить расстояние... У меня есть расстояние между точками, но мне нужно определить расстояние между множествами точек. То есть как-то вот... Вот мне надо понять, что вот эти два подкластера являются ближайшими, а не эти два друг к другу. Ну, и в зависимости от того, как мы будем это определять, получатся разные виды кластеризации, получатся просто разные результаты. Здесь можно это делать там несколькими разными способами, но по сути результаты обычно сводятся к одному из двух вариантов. Есть так называемая сингл-линк кластеризация. Сингл-линк — это, ну, по большому счету, когда расстояние между, там, не знаю, кластером 1 и кластером 2 определяется как минимум расстояний между точками из этих кластеров. То есть, что будет получаться, если я занимаюсь сингл-линк кластеризацией? Давайте я тут что-то нарисую. Вот такая, например, картинка. Если я занимаюсь сингл-линк кластеризацией, смотрите, ну, начало понятное. Сначала я объединю ближайшие точки. Ну, давайте, вот, скажем, этот кластер будет очень хороший, он быстро-быстро определится. Вот. Потом я начну объединять точки здесь. И вот главное отличие сингл-линк кластеризации от других в том, что, видите, я тут специально нарисовал такую цепочку из точек. Соответственно, если я определяю, вот если у меня есть два кластера вот эти, я определяю расстояние как минимум из расстояния между ними, то я их легко объединю. Да, вот если между ними есть такой мостик, так вот, если можно пройти между ними. То есть, в этой ситуации я объединю вот эти все точки в один большой кластер гораздо раньше, чем начну объединять их с этим кластером. Вот. А альтернатива это так называемая комплит-линк кластеризация, когда все то же самое, только мы берем теперь максимум расстояний из точек между кластерами, и тогда, наоборот, вот этот и вот эти кластеры очень долго не объединятся, они далеко, и, наверное, ну, я не очень хорошо нарисовал, но вы поняли, что я имел в виду, и тогда вот этот раньше присоединится, если он ближе, чем отсюда до сего. Вот. Соответственно, ну, легко придумать что-то промежуточное, например, среднее расстояние или там еще что-нибудь, но по большому счету какого-то принципиально нового поведения, насколько я понимаю, не получится, это все будет или комплит-линк, или сингл-линк, в зависимости от того, как вы определите это расстояние, или эти мостики соединять будет выгодно для алгоритма, или, наоборот, невыгодно. Вот. Вот такие дела. И, в принципе, это на самом деле разумный, хороший алгоритм. Его, ну, у него два недостатка. Один недостаток это то, что он невероятностный, да, он никаких и предположений не делает, и формы кластеров чер знает, какие получаются, и, ну, может, это и недостаток, давайте скажем, это особенность, да, он не делает предположения о формах кластеров, он, ну, никаких вероятностей из него, конечно, не получается. С другой стороны, второй недостаток в том, что он, конечно, довольно медленный, то есть, вот это дерево строить, это надо сначала искать ближайших соседей, потом еще раз, и потом каждый раз это все пересчитывать вот с новыми подмножествами, которые добавляются. В общем, тут вычислительная сложность довольно большая. Вот, если пытаться уменьшить эту самую вычислительную сложность, если вот пока еще не про вероятностные алгоритмы я говорю, то есть там целое семейство алгоритмов, основанных на теории графов. Ну, что значит основанных на теории графов? Ну, это значит примерно следующее. Если я хочу заняться кластеризацией, как вы думаете, какое понятие из теории графов здесь хорошо подходит? как вы думаете? Какое-то хорошо связанное. Чуть-то там дольше. Ну, вот что значит связанное? Вообще, как граф-то определить? Я понимаю, там полный граф, но полный, с весами равными расстоянием, но он же полный, в нем все хорошо связанно. Да, ну, давайте начнем там с полного, не знаю, графа, который просто как это написать-то? Вершина — это точки, а ребра — все. И там вес на ребре равен расстоянию. Я как-то плохо написал, но вы поняли. А что с ним нужно сделать, чтобы кластеризацию получить? Ну, давайте вот уберем, например, ну, короче, оставим для каждой вершины только к самых маленьких ребра, вес, например. То есть, по сути, к ближайших соседей только к нему прыгали. Ну, странно не смотреть на расстояние при этом, потому что тогда, если у вас... Смотреть, смотреть на расстояние. Я имею в виду, странно одно и то же к, не глядя на расстояние использовать, потому что, ну, вот это, например, выброс, у него, конечно, есть к ближайших соседей, но они далеко. А у этой точки ближайших соседей много, они все близко. Что делать потом с этими ближайшими соседями? Можно просто оставить там 20 процентов самых коротких ребра? Ну, можно, можно. Можно оставить 20 процентов, можно выбрать порог какой-нибудь и просто стереть в серебра, которые длиннее порога? Это как раз, кстати, помогает найти выбросы, потому что так-то как бы вот непонятно эта точка, насколько она одинока или она образует новый кластер, а так сразу будет ясно, если у нее вообще нету близлежащих точек, то и точно выброс. Вот. А значит, а можно с другой стороны воспользоваться тоже графовыми алгоритмами известными и построить минимальное основное дерево. Вот обычно так делают. Ну, какое здесь минимальное основное дерево? Бог его знает. Какое это такое. Вот. Построить минимальное основное дерево. и дальше, если у вас уже есть минимальное основное дерево, то как из него кластеризацию получить? Вообще, знаете, что это такое? Ну, да, ну, видимо, если мы хотим, например, там, сколько-то кластеровка, то нужно брать каменосодор и прочее. Да, так же, как вот с тем деревом агломеративной кластеризации, здесь просто можно самые длинные ребра постепенно стирать, и будут получаться новые кластеры. Вот. Да, вот такие алгоритмы, ну, про МСТ, про минимальное основное деревье, в графовых алгоритмах там большой раздел, который, в котором их сложность постепенно сокращается до чего-то уже хорошо масштабируемого. Вот. И есть еще всякие специальные алгоритмы, в которые я сильно углубляться не хочу. Ну, давайте упомяну два, DBSCAN и BIRG. Давайте DBSCAN вам расскажу, но тоже без особых подробностей, нам это не очень для курса важно и интересно, но там смысл такой, как бы смысл в том, что мы начинаем жадно строить кластеры, объединяя окрестности точек, то есть DBSCAN задается порогом типа эпсилон, который имеет такую семантику, что если две точки находятся друг от друга на расстоянии эпсилона, ну, они точно должны быть в одном кластере, то есть какая-то маленькая окрестность, и вот я начинаю с того, что выбираю несколько начальных точек, здесь, да, отдельная проблема, как их выбрать так, чтобы ничего не пропустить, как посамплировать хорошо, вот, но, тем не менее, если ничего не пропустил, то дальше я начинаю просто рисовать вокруг этих точек окрестности радиуса эпсилон, добавлять точки, которые туда попали, опять рисовать окрестности радиуса эпсилон, опять добавлять точки, ну, и вот так это получается близко к complete link кластеризации, но там тоже можно, значит, там тоже можно постепенно, ну, короче, тоже можно довольно эффективный алгоритм на этом построить, вот, а если какая-то точка вообще не попадет в окрестности, ну, значит, это выброс, вот, то есть, здесь получаются кластеры с как бы не заданным радиусом, а с заданным вот расстоянием внутри, между точками, заданной, не знаю, плотностью, вот, а, ну, а берч, это такой иерархический алгоритм, там, сначала вы строите, сначала вы делаете так называемую прекластеризацию, когда просто вы берете множество точек, которые, ну, совсем рядом друг с другом, тоже задаваясь каким-то порогом, вы просто, ну, там алгоритм похитрее, но можно думать об этом так, что вы берете этот граф, оставляете там все ребра, которые длиной меньше эпсилон, и вот, вот эти, вот оставшиеся компоненты связности вы уж точно считаете единым кластером, а потом на этих субкластерах, прекластерах, как хотите называете, вот на них уже строите там деревья, еще какой-то более сложный алгоритм запускаете, в общем, в предположении, что их уже станет существенно меньше, и на них можно делать что-то более умное. Вот. В общем, кластеризация большая наука, и, конечно, в нее мы углубляться не будем. Там наука в основном алгоритмическая, то есть, как добиться примерно того же результата, может, приближенного, но как можно быстрее, как кластеризовать миллионы точек, миллиарды точек, потому что там даже минимальное остобное дерево, оно уже на миллиарды точек не очень мштабируется. Вот. А вот что нас действительно интересует, конечно же, это вероятность кластеризации. Я забыл, какой был. Все еще был первый. Ладно. Это вероятностная кластеризация. То есть, какие вероятностные предположения можно сделать о том, откуда берутся точки, которые мы хотим кластеризовать? Как, что это за распределение такое, из которого могут оранжевые точечки получатся? Ну, нормальные. Ну, ну, совсем не похоже на нормальные. Нет, ну, сумма гаусиан. Сумма гаусиан. Это взвешено, Да. То есть, ну, вот, собственно, это называется смесь. Значит, действительно, кластеризация с вероятностной точки зрения выглядит так. Мы задаемся каким-то распределением, ну, например, гаусианом, конечно, не обязательно для каждого из кластеров. И общее распределение всех, значит, общее распределение точек считаем смесью распределения отдельных кластеров. То есть, добавляем еще какие-то коэффициенты π. Вот у нас, вот здесь, к сожалению, да, нам придется выбрать число k, я пока всю дорогу буду считать, что оно фиксировано, число кластеров. Вот, ну, коэффициенты π это коэффициенты смеси, типа сумма их равна единице. Вот, и задача обучения модели кластеризации состоит в том, чтобы обучить параметры, то есть, вот, во-первых, π коэффициенты смеси, а во-вторых, параметры каждого распределения кластеров. И это, конечно, нелегко, но сейчас будем этим немного заниматься. Значит, на что это похоже из того, что у нас было? Ну, это похоже на порождающие модели для классификации. Помните, там было LDA, QDA. Что они делали? Они для каждого класса тоже выбирали какое-то распределение, делали какое-то вероятностное предположение, дальше говорили, что, ну, если я буду кластеризовать новую точку, то это будет пропорционально p от цкаты на p от x при условии цкаты. Вот. Ну, и, собственно, что дальше? Дальше я должен обучить, p от цкаты обучить в случае классификации легко, просто доли точек. Надо обучить каждый класс по отдельности. Да? И все получится. А здесь в случае смеси ситуация, конечно, сложнее. Почему сложнее? Потому что, ну, давайте я как-нибудь там скажу, что p от x у него есть параметры, скажем, тета-каты. Вот. То есть, как выглядит правдоподобие задачи кластеризации, промоделированной через такую смесь? p от d при условии чего? Смотрите, у меня есть вектор параметров в пи, и еще у меня есть параметры для каждого кластера. Что это такое? Это произведение по точкам, да? И для каждой точки xn, d это набор x1, xn большое, для каждой точки xn тут стоит вот эта сумма. Тут стоит p1 на p1 от xn при условии тета-1 плюс и так далее, плюс pk на pk от xn при условии тета-к. И вот это беда, вот это проблема. Потому что у меня получилось большое произведение сумм. И большое произведение сумм это очень сложный объект, я не могу раскрыть скобки. В классификации было гораздо проще, там тоже было правдоподобие. при условии параметров классов. Но там было произведение по n, а дальше я для каждой точки знал, какое распределение выбрать. То есть там было типа произведение по k, ну пускай в тех же терминах напишу pk, pk, t, от xn при условии тета-к, t, ну и я должен был выбрать из них один, значит, выбрать одно из этих произведений, в зависимости от того, какому классу принадлежит xn-a точка. А тут так теперь не получается. Это проблема. Вот с этим мы будем в основном пытаться справиться. ну и прежде чем я буду с этим справляться, давайте сейчас я один еще момент скажу, что вот эту смесь, про нее также можно и часто очень полезно думать, как про такой процесс, состоящий из двух частей. То есть как мы порождаем точку в этой модели для кластеризации. мы сначала кидаем кубик с параметрами p и этот кубик с параметрами p дает нам номер кластера. А потом мы используем этот номер кластера для того, чтобы уже точку x выбрать по распределению pkt от x. вот ну и довольно скоро мы не сегодня, но довольно скоро мы будем говорить про графические вероятностные модели, где вот эти стрелочки уже станут полноценными стрелочками в графе, которые будет нашу модель представлять. Но пока нам это не нужно. Вот. Хорошо. Значит, как же мне максимизировать правдоподобие по всем параметрам? Ну, правильный ответ на этот вопрос, конечно, никак пока что. То есть ничего с этой суммой я сделать не могу. Я не могу превратить ее в произведение без дополнительных предположений. Но давайте эти дополнительные предположения, точнее, не предположения, а давайте эту дополнительную конструкцию сюда введем. А именно, смотрите, у меня есть задача, вот я не зря вспоминал, у меня есть задача типа классификации, в которой обучить все легко. И у меня есть задача кластеризации, в которой обучить непонятно как очень сложно. А давайте я попробую превратить задачу кластеризации в задачу классификации. Что мне для этого нужно знать? Что я мог бы знать про каждую точку x, так, чтобы задача обучения параметров P и T стала бы очень простой? Ну, если мы взорами не знали к какому классу мы ездим? Да, совершенно верно. Вот давайте мы это как бы виртуально узнаем. Смотрите, я введу скрытые переменные z. Это будет переменная для каждой точки своя. И zn это будет переменная ванхот переменная, где zn кат это индикатор того, что xn принадлежит к атому кластю. То есть, это в точности то, что было бы целевой переменной в классификации. В данных оно бы тогда лежало, и мы бы знали, какому классу принадлежит каждая точка. Тут я не знаю, но давайте я виртуально сделаю вид, что знаю. Введу такие переменные z. Тогда, смотрите, что получится. А тогда, если бы я их знал, вот это называется скрытые или латентные переменные, тогда, если бы я их знал, то задача была бы очень простая. Вот это ключевое соображение. То есть, если бы мне нужно было на самом деле обучить вот такую модель где в данных есть и x и z, то, а собственно, зачем это? Не буду называть это d, я буду называть это x. А d теперь это x и z вместе. Если у меня в данных есть и x и z, то все становится очень легко. Произведение p, p от xn, zn при условии p и всех t. И чему это равно? Точно так же, как классификация произведения по точкам. Смотрите, сначала я должен... Теперь можно посмотреть вот на эту картинку. Какой у меня процесс. Я сначала накидываю zn из распределения пи, а потом пользуюсь результатом zn для того, чтобы... Тут пи уже не надо, но я пользуюсь результатом zn, чтобы выбрать правильное распределение из θ1 переменные. Я мог бы просто подставить сюда значение zn ну вот я же его знаю. Да, я знаю, что zn это one-hot вектор, у которого одна единичка. Ну и просто давайте выберем то из них, которое получается как тут zn давайте так напишу zn равно k. Это не совсем корректно, но вы поняли, что я имею ввиду. А здесь p от xn при условии соответственно θ k. И я вот это, вот эти совмножители я выбираю, если zn kt равно единице. Ну то есть это произведение по n, произведение по k, пи kt на p от xn в k там классе в кластере в степени z kt. Ну и теперь от этого одно удовольствие брать логарифм, там оптимизировать, давайте даже напишу, потому что нам еще пригодится логарифм p от xz при условии p tt1 ttk это что получается? Это сумма по точкам, а сумма по кластерам, да, а z n kt на логарифм p kt плюс z n kt на логарифм p от xn при условии ttk وت n tk kt и почему это легко оптимизировать? потому что теперь это просто сумма в которой все расщепляется. Я давайте переставлю порядок суммирования. У меня получается, вот приведу подобное при p. У меня здесь будет сумма по всем n, z, n, k, t. И это коэффициент при логарифме Пикатова. Плюс опять сумма по k, а внутри сумма по k сумма по n, z, n, k, t, n, логарифм, p, x, n, при условии θ, k, t. И теперь я могу обучать эти штуки по отдельности. То есть вот это просто обучение кубика. Ну, если формальное, там, dl, p, d, p, k возьму, то... А, ну, условия еще надо добавить, не совсем так. Просто, ну, в общем, понятно. Это обучение кубика. Здесь уже дальше не расщепить, потому что сумма Пикатых должна быть равна единице. Условия надо добавить. Но понятно, как обучается кубик. На выходе получится, что Пикатая со звездочкой — это типа сумма z, n, k, t поделить на сумму z, n, k, t и еще просуммированную по k. Это, конечно, просто n. Да, каждая точка кому-то принадлежит. И получится, что мы просто обучили вероятности классов. А здесь, соответственно, я обучаю каждый кластер по отдельности. Вот, я просто, ну, здесь я уже никакую формулу написать не могу, но я вот обучаю p, t, x, n, при условии, t, k, t на тех точках, где z, n, k, t равно 1. То есть это, я, кстати, не помню, писали ли мы это формально в случае классификации. Но, в общем, если мы знаем, какому кластеру принадлежит каждая точка, то мы можем легко разделить правдоподобие в произведение независимых распределений с разными параметрами. Ну, соответственно, логарифм правдоподобия в сумму. И обучить каждое распределение по отдельности. Вот, теперь, но мы не знаем z, и это проблема. Что мы можем сделать? Вот в этом месте появляется так называемый em-алгоритм. наше главное содержание. em означает expectation-maximization. И идея его, я начну с того, что я его просто определю. А потом мы обсудим, почему это вообще имеет какой-то смысл. Потому что это будет как раз не очень очевидно. Но идея его такова. Смотрите, у меня есть... Вот, как бы, в какой ситуации em-алгоритм работает. У меня есть данные. Данные буду называть x. И еще у меня есть скрытые переменные, которых я не знаю. А у модели есть параметры θ. И для того, чтобы em-алгоритм имел смысл, надо, чтобы мы были в такой ситуации, что задача наша в том, чтобы максимизировать правдоподобие x. Но это трудно. Но зато, с другой стороны, если бы мы знали скрытые переменные, то максимизировать правдоподобие совместно x и z было бы легко. Вот если вы попали в такую ситуацию, если вы можете придумать такие скрытые переменные, что с ними все легко, то можно пытаться применять em-схему. В чем она состоит? Ну, как следует из названия. Это такое чередование двух шагов. Значит, есть e-шаг, шаг expectation, когда мы фиксируем θ и находим ожидание z. Ну, давайте я буду... Понятно, что это зависит от конкретной модели. Давайте я буду для кластеризации выписывать все, что происходит. Ну и давайте, наверное, тоже, чтобы у нас получались конкретные формулы, давайте я буду считать, что p от xn при условии θ ката – это гауссиан. То есть, это есть какое-то μ ката и какое-то σ ката, и вот их я хочу обучить. Соответственно, в случае классификации, если z я знаю, то это очень легко. Тогда здесь просто μ ката со звездочкой – это типа средняя от xn таких, что zn ката равно 1. Ну и σ ката со звездочкой – это там эмпирическая матрицкая вариация этих xn. Хорошо. Теперь в EM-схеме, если я не знаю z, то на e-шаге я фиксирую параметры модели и нахожу ожидаемые значения, ожидания всех z. Смотрите, что такое ожидание z-н ката? z-н ката – это бинарная переменная. 0 или 1. Ее ожидание – это вероятность того, что z-н ката равна 1. А что такое вероятность того, что z-н ката равна 1? Это вероятность получить катый кластер для точки xn с фиксированными, как я сказал, параметрами тета. Ну и это я могу по теории Байса написать. Я могу сказать, что это p от ck t при условии тета на p от xn при условии ck t и тета поделить на сумму по всем ка. p от ck t при условии… Ну, тут, конечно, k плохо было писать, но ладно. p от ck t при условии тета – это просто p ката. Вот это – это наш гауссиан, xn, μk t, σk t. А это, что там, сумма, давайте, по L теперь от 1 до k, pLt на гауссиан xn, μl, σl. То есть это просто оптимальный байсовский классификатор. У меня есть там один кластер уже с зафиксированными μ и σ, с фиксированными параметрами. У меня есть другой кластер тоже уже с зафиксированными параметрами μ и σ. И вот у меня есть какая-то там точка, которую я хочу классифицировать. Я хочу понять, этот x к μ1 относится, к c1 относится или к c2. Ну, как мне понять? Я могу прям вероятности посчитать. Вот, найти плотность одного, плотность другого и потеряем байсов. Еще с учетом априорных вероятностей того, сколько точек в первый и второй класс попадают, найти вероятность того, что x из первого класса или из второго. Это мы хорошо понимаем. Соответственно, на выходе из e-шага у нас получается вот ожидание z на катах. Ну, и ожидание всех z. Теперь самое интересное, что происходит на m-шаге. А на m-шаге мы наоборот фиксируем вот эти ожидания и максимизируем то, что получится. Мы максимизируем, получается, ожидание логарифма p от xz при условии тета. То есть, вот здесь есть тоже небольшое дополнительное условие. Я вначале сказал, что нужно, чтобы вот это было легко. На самом деле, немножко сильнее должно быть условие. Не просто с фиксированными z-ами должно быть легко оптимизировать, а еще должно быть можно в качестве этих z-ов подставлять какие-то ожидания. То есть, еще вот в ожидании должно быть легко максимизировать. Сейчас вы видите, в чем разница. То есть, как бы, я хочу уметь подставлять не только one-hot векторы из всех нулей с одной единичкой в случае кластеризации, но и просто векторы вероятности. Ну, тоже фиксированные, тоже известные. Но если мы вернемся сюда и представим, что z-ы это дробные числа, которые в сумме дают единицу, то, в общем-то, в выводе ничего не меняется. Ну, у меня теперь просто здесь будет среднее с фиксами. То есть, это какое-то обучение Гауссиана с взвешенными точками. Здесь будет тоже сумма z-ов. Это уже не просто число точек, где z равно единице, а действительно сумма z-ов. Ну, ничего страшного. То есть, с математической точки зрения обучение здесь никак не изменится. От того, что z-ы перестанут быть one-hot векторами и станут числами. Вот. Соответственно, здесь, то есть, как это записать вот теперь в этих терминах? Я хочу максимизировать ожидание логарифма p от xz при условии тета. Ну, в случае... В общем виде я ничего тут больше не напишу. Я просто вот делаю предположение, что это легко. И тут, значит, этим занимаюсь. А в случае кластеризации, ну, вот напишу, да, что такое логарифм p от xz. Это сумма по n, сумма по k, z n kt на вот это вот то, что у меня было логарифм p kt плюс логарифм p от xn при условии тета kt. И ключевое здесь, почему в кластеризации все эти условия выполняются, ключевое здесь в том, что вот этот логарифм совместного правдоподобия, он линейно зависит от z. Поэтому ожидание, ожидание здесь по z, ожидание, оно просто проваливается по линейности к z. И получается сумма по n, сумма по k, ожидание z n kt умножить на вот этот логарифм pk t плюс логарифм p от xn при условии тета kt. И вот мы опять попали в ту же самую простую ситуацию, только теперь вместо one-hot-вектора z стоят ожидания его компонентов. То есть, ну, а дальше все то же самое. Дальше опять эта сумма раскладывается в независимые суммы. Сумма по k, здесь, смотрите, сумма по n, ожидание z n kt на логарифм pk. Плюс сумма по k, а здесь, смотрите, сумма по n, ожидание z n kt на логарифм p от xn при условии тета kt. И теперь я могу вот это отдельно оптимизировать, и вот это каждый кластер отдельно оптимизировать. Потому что вот только здесь есть p, и только здесь есть тета kt. То есть, смотрите, условия немножко сильнее, чем я сказал в самом начале. Я должен, чтобы делать кластеризацию, уметь не просто обучать один кластер, обучать параметры распределения одного кластера. Я должен уметь обучать параметры распределения кластера по точкам с весами. То есть по точкам, у которых есть коэффициент от нуля до единицы, который показывает, насколько там сильно эта точка принадлежит, насколько вероятно, что она принадлежит этому кластеру. Ну, понятно, что для Gaussian это, конечно, выполняется. Так, конечно, можно сделать. Вот. А вот это ЕМ-алгоритм для кластеризации. И на этом месте, даже не знаю, в каком лучше порядке это сказать, я теперь с одной стороны хочу привести какой-нибудь негауссовский пример, а с другой стороны мне надо все-таки в общем виде объяснить, почему это работает. То есть это звучит логично, но пока мы ничего не доказали про эту конструкцию. Мы просто ее предъявили, и я вам показал, что для кластеризации ее можно сделать. Но к чему она приводит? С какой стати вообще что-то улучшается? Ну, давайте я начну, наверное, с этого доказательства. Значит, это был третий пункт. Четвертый пункт. Почему ЕМ работает? Ну и давайте я сразу, наверное, ЕМ в общем виде запишу. В общем виде только проще выйдет. Вот. Смотрите, мы опять находимся в той же самой ситуации. У нас есть х, у нас есть скрытые переменные z, есть θ. И наша задача максимизировать вот эту штуку. Максимизировать вот это распределение. Но это p от x при условии θ, мы его понимаем, мы умеем с ним работать только как, только в виде совместного распределения p от xz при условии θ. Ну, соответственно, вот это как раз, этот интеграл взять трудно. да, вот так же как ту сумму было посчитать трудно. Да, но максимизировать надо именно результат интегрирования, а не, а легко максимизировать то, что под интегралом стоит. Соответственно, в общем виде вот эта конструкция, она определяется так, там даже два шага пропадают в каком-то смысле. мы определяем так называемую функцию q. У нее два параметра θ и θ m, у меня, наверное, занято. Давайте θ m. θ и θ m, ну, и то, и другое, это векторы параметров нашей модели. И функция q определяется так. Это ожидание по распределению z с параметрами x и θ m от логарифма совместного правдоподобия p от xz при условии θ. И весь em-алгоритм по сути выглядит так. θ m плюс первое это то θ, которое максимизирует q от θ θ m по θ. То есть θ m фиксировано, это наша θ с предыдущего шага, а θ для следующего шага получится максимизация функции q. вот это весь em-алгоритм. Ничего больше не меняется. И значит, смотрите, в терминах, в которых мы выше об этом говорили, ну, собственно, e-шаг это посчитать вот это распределение, ну, посчитать ожидание каждого z, да, а m-шаг это, собственно, взять вот этот максимум. И обычно, конечно, на практике это два разных шага, и они чередуются, как видите. Но формально вот это просто единая функция q, которую мы на каждом шаге максимизируем. значит, почему это все имеет смысл? Что вообще тут происходит? И как вообще доказать, что мы делаем что-то разумное? Ну, смотрите. Ух, сейчас надо сообразить. Ладно, с этим мы справимся, я думаю. q от тета тета m это что такое? Давайте ожидание напишу как логарифм. Как интеграл. Интеграл p от z x тета m на логарифм p от x z при условии тета d t ой, d z так. И, собственно, что я хочу доказать? Я хочу доказать, вот моя цель, что когда я сделал один переход от m к m плюс 1, мое правдоподобие увеличится. Больше я ни на что не претендую. То есть, вот это важный момент, который в машинном обучении всегда к сожалению, с нами. Как только мы отходим от самых простых моделей вроде линейной регрессии, вот в линейной регрессии все вокруг сплошные гауссианы и все можно посчитать. Но как только у нас модель становится хоть немножко сложнее, например, мы уходим к смесям как кластеризации, так сразу функция правдоподобия становится очень сложной. То есть, у этой функции никак мы не можем надеяться, что эту функцию мы сможем реально оптимизировать глобально. И это очень легко увидеть на самом деле, что на это невозможно надеяться. Просто, ну, представьте себе какой-нибудь локальный максимум функции правдоподобия здесь. Ну, что значит локальный максимум функции правдоподобия? Это значит, что мы нашли какие-то значения параметров пи-тета-1-тета-к, такие, что они дают максимум вот этой функции. А теперь возьмите и переставьте кластеры местами. То есть, просто добавьте перестановочку, сделайте перестановку элементов вектора пи и поменяйте местами параметры тета-1-тета-к. От этого, согласитесь, вообще ничего не изменится. То есть, просто вот у меня смесь трех кластеров, вот это у них были вероятности пи-1, пи-2, пи-3 и параметры тета-1, тета-2, тета-3. А теперь я просто назову вот этот пи-2 и тета-2, а этот назову пи-1 и тета-1. Ну, естественно, это та же самая модель. Это та же самая сумма. Я просто поменял местами два слагаемых в этой сумме. И это тоже самое правдоподобие. И окрестность у него та же самая на самом деле. То есть, если у меня был локальный максимум где-то в этом правдоподобии, то он сразу дает, даже без каких-то там дополнительных размышлений, он сразу дает экспоненциально много локальных максимумов просто для других перестановок этих костей. то есть, очевидно, что это очень сложная функция, категорически не выпуклая, с миллиардом разных локальных оптимумов, и, конечно, мы не можем надеяться ее глобально оптимизировать. поэтому всегда, когда мы говорим о более-менее сложных вероятностных моделях, и всегда, когда мы что-то оптимизируем машинном обучении для моделей чуть посложнее, чем линейная регрессия, мы занимаемся локальной оптимизацией. То есть, алгоритм EM, его цель не в том, чтобы найти глобальный максимум P от X при условии тета, а в том, чтобы найти хоть какой-нибудь максимум P от X при условии тета. Это P от X при условии тета, и я хочу, ну вот, хотя бы, значит, постепенно прийти к его локальному максимуму. То есть, что я хочу доказать про EM алгоритм? Цель. Я хочу доказать, что просто P от X при условии тета M тета M плюс 1, она просто будет больше, она просто увеличится больше, равна, чем P от X при условии тета. Вот, это единственное, на что я рассчитываю. Но, я должен доказать это для, не для P от X Z, а именно для P от X, для вот этой величины. Для того, что я на самом деле хочу оптимизировать. Если я смогу это доказать, тогда, да, тогда я просто постепенно буду применять, ну, я буду переходить от M км плюс 1, правдоподобие будет расти, неограниченно расти оно не может, если оно все время растет, то рано или поздно оно куда-нибудь сойдется, и это будет неплохая точка, какой-то локальный максимум. Могу ли я попасть в плохой локальный максимум? Ну, то есть, мы ее достигли, давайте попробуем понять, что мы ее достигли. Ну, как мы будем это делать? Давайте я буду сравнивать P от X при условии θ и P от X при условии θm. Вот. Сейчас, что я хочу? Давайте я соображу. Да, наверное, так и хочу. Я хочу записать, ну, давайте, разность логарифмов P от X при условии θ минус логарифм P от X при условии θm и просто доказать, что она будет больше либо равна нулю, если я в качестве θ подставлю θm плюс 1. Тогда мы придем к этому неравенству. Но путь будет некоторым. Да, значит, смотрите, путь такой. Подставим, что такое P от X. Это интеграл P от X z dz. Пока просто минус P от X dt. Теперь, теперь вот это P от X при условии θ, я хочу превратить в ожидание. В ожидание по какому-то распределению на z. Ну и, конечно, наверное, понятно, учитывая, что я хочу доказывать, я возьму ожидание по вот этому распределению. как я могу превратить любой интеграл в ожидание, я могу умножить и поделить на плотность. То есть, теперь у меня здесь будет P от z при условии X θm умножить на P от X z при условии θ поделить на вот этот P от z при условии X θm dz минус логарифм P от X при условии θm. Этот нам понадобится еще нескоро. Теперь самый интересный шаг. Самый интересный шаг Можете догадаться, какой следующий шаг? Зачем я превращал этот интеграл в ожидание? Может, такое неравенство Jensen или что-то? Да, совершенно верно. Что такое неравенство Jensen? Если функция выпуклая, то интеграл ее как бы можно вне места неравенства сделать. Да, значит, смотрите, ну, хорошо, что вы его знаете, поэтому я очень кратенько тогда напомню. Если функция выпуклая, логарифм выпуклая функция, то ну, что такое выпуклость? Выпуклость это значит, что там f от альфа икс плюс один минус альфа икс больше либо равно, чем альфа f от икс плюс один минус альфа икс функция выше своей хорды. И если теперь вот эту сумму сделать бесконечной, то есть от, ну, это же тоже, на самом деле, тоже ожидание по бросанию монетки с вероятностью альфа. Ну, вот, можно обобщить это на ожидание по какому угодно распределению и получится, что ожидание f от ожидания y больше либо равно, чем ожиданию f от чего я почему я икс сказал? Ну, ладно, неважно, чем ожидание f от y для любого распределения p и для выпуклой функции f. Вот это называется неравенство Янсона и нам, конечно, им и хочется воспользоваться. Смотрите, у меня здесь логарифм, это выпуклая функция, от ожидания чего-то там, значит, это больше либо равно, я пишу, больше либо равно, чем ожидание по тому же самому распределению от, смотрите, логарифма p от x при условии тета на p от z x тета m ну и мы уже практически у цели. значит, дальше дальше совсем легко. Дальше давайте я напишу это ожидание опять как интеграл. Нет, пляжи, чем я напишу его как интеграл, давайте я возьму этот логарифм, засуну его внутрь. Смотрите, в нем нету z, поэтому с точки зрения этого ожидания это констант. но, значит, там будет логарифм минус логарифм. То есть, я могу просто взять вот это p и засунуть его сюда в знаменатель. А теперь, да, давайте напишу как интеграл. Интеграл p от z при условии x тета m на логарифм p от x z при условии тета на p от z x тета m p от x при условии тета m d z да. Ну и смотрите, что у меня теперь здесь. Это же и есть p от x z только при условии тета m. Правильно? Ну и вот, смотрите, что получилось. получилось, получилось, что получилось, получилось, что логарифм p от x при условии тета минус логарифм p от x при условии тета m с этого я начинал больше либо равно, чем ожидание по p от как это правильно написать, господи. В общем, ну ладно, хорошо, давайте так. Чем ожидание p от z при условии x тета m от логарифма p от x z при условии тета много раз переписываю одно и то же. Можно было эффективнее, бог с ним. Вот такой получился результат. А теперь смотрите, в чем, собственно, смысл происходящего. Смысл происходящего в следующем. У меня получилось, вот давайте я так запишу, что логарифм p от x при условии тета больше либо равен такой вот интересной функции. Это еще не q, но уже почти. Значит, l от тета тета m это типа логарифм p от x при условии тета m ладно, уж пятый раз не буду переписывать то же самое, плюс вот это ожидание. И смотрите, как получается. Давайте картиночку нарисую, важную для понимания происходящего. Вот это типа тета. У меня есть логарифм или не логарифм, просто p, не важно. В общем, вот это типа p от x при условии тета. И смотрите, что я... Ах, ладно, столько локальных максимумов мне не надо. Давайте все-таки немножко поглажу нарисую. Вот. И смотрите, что я с ним делаю. Я сейчас, находясь в точке тета m, строю вот эту функцию l от тета тета m. А эта функция, во-первых, она ниже этого p от x, ну, ладно, давайте, это будет логарифм, чтобы все четко было. Логарифм. Вот. Она, во-первых, ниже этого логарифма p от x, а во-вторых, в точке тета равной тета m здесь получается равенство. Да, то есть, если тета равно тета m, то вот это будет ожидание логарифма нуля. Ожидание логарифма единицы, ожидание нуля. И, значит, l от тета тета m, l от тета m тета m просто равно, понятное дело, логарифма p от x при условии тета m. То есть, в точке тета m эта функция касается того, что я оптимизирую, а так она в целом остается ниже. Есть неравенство для любого тета. Поэтому, если я перейду в максимум вот тета m плюс 1 это argmax l от тета тета m по тета, то само то вот эта красная кривая логарифма p от x при условии тета, она тоже увеличится. Но это не будет ее максимум. Но понятно, что если голубая кривая всегда ниже красной, и здесь они были равны, и голубая кривая стала выше, значит, красная стала еще выше. Ну, а теперь в этой новой точке я еще раз построю такую касающуюся кривую и в ее максимум перейду. А в этой новой точке я еще раз построю касающуюся кривую и в ее максимум перейду. И буду так делать, пока не остановлюсь, пока тета m плюс 1 не сойдется с вот это. Вот это и есть такой как бы смысл ЕМ-алгоритма. Я постепенно строю вот эти, но это нельзя назвать аппроксимацией, строю нижние оценки, потом мы увидим еще одно небольшое обобщение, это в вариационных нижних оценках. вот я строю нижние оценки, максимизирую нижние оценки и каждый раз, когда нижнюю оценку я максимизирую, сама функция ну как-то увеличивается. Вот. И последнее, что тут нужно сказать, это у меня получилось L, но L пока еще не Q. Да? Ну L это почти Q. Что такое L? L от тета тта м это смотрите, логарифм P от x при условии тта м плюс, а дальше давайте я напишу так, ожидание P от z x тта м от логарифм P от P P от x при условии тета минус логарифм P от x при условии тета м И теперь я просто замечаю, что здесь нет никакой теты, это константа от тета и здесь нету никакой теты, L это уже константа от тета. Поэтому конечно L а вот это как раз Q. Поэтому конечно L и Q максимизируются в одной и той же точке. То есть максимизировать L под это то же самое, что максимизировать Q под это. Вот. А вот такой получился результат. Смотрите, что мы доказали. Мы доказали, что один шаг кем-алгоритм приводит к тому, что увеличивается правдоподобие. Причем именно то правдоподобие, которое надо, уже проинтегрированное по Z. Ну и соответственно давайте совсем для полноты картины перед перерывом наверное запишу, что у нас в кластеризации тогда получается. Даже не в кластеризации, а просто в mixture model, в модели, которая представляет собой смесь чего-то там. У меня получается, что P от X Z при условии θ, это что такое, это произведение по N, P от Z N при условии θ, ну здесь Z N это вот этот one-hot вектор, который выбирает компонент смеси. А P от X N при условии Z N и θ и всех θ это сумма там P kt на P от X N при условии θ kt вот вот это mixture model. Соответственно смотрите совместное распределение ну понятно что это такое P сначала я выбираю Z потом я выбираю X и ну это мы уже проходили да это произведение по N произведение по K P P kt на P от X N при условии θ kt степени Z n kt да а а что а что такое функция Q в случае этой модели вот вот что я хотел здесь показать Q от θ θ m это смотрите ожидание P от Z при условии X θ m от логарифма P от X Z при условии θ это то есть это ожидание ну вот по Z от сумма по N сумма по K Z n kt на логарифм P kt плюс логарифм P от X n при условии θ kt и вот здесь ключевое соображение опять же в том что вот это ожидание по линейности проваливается сюда то есть это ожидание по Z вот а и как видите для любой модели которая представляет собой смесь у меня получается что это просто сумма по N сумма по K ожидание Z n катого на ну вот на это да там логарифм P kt плюс логарифм P от X n при условии θ kt и тем самым мы пришли к тому EM алгоритму для кластеризации из которого я начинал то есть теперь видно что да как перейти от ttm к ttm плюс 1 надо сначала посчитать вот эти коэффициенты это E шаг а потом максимизировать q это m шаг вот вот такие дела но конечно EM алгоритм не ограничивается смесями хотя это безусловно главное применение вот давайте наверное сейчас хорошее место чтобы делать перерыв но сначала есть ли у вас какие-то вопросы а если допустим у нас выраженный случай и одна переменная let которая равна единице то это будет просто максимизация подобия для одного гусева да если у нас один кластер то проблемы нет изначально в принципе то есть нет проблемы что вот это максимизировать трудно его максимизировать легко потому что сумма вот это сложная тут видите вся проблема в том что то что мы максимизируем это произведение сумм и вот тут становится сложно а если это произведение суммы из одного слагаемого тогда все еще легко надо просто понимать что действительно сводится с одного с одного сводится да то есть если здесь тогда просто все эти ожидания всегда равны единице да и все и суммы из одного слагаемого пока остается просто сумма п.н. логарифмы правдоподобия одного голоса самим переход шаги они будут более эффективными чем если мы обучаем гусян байсовским пустым делаем вот это обновление нашего диска вариации и центра не совсем поняла как смотрите обновление матрицы к вариации центра происходит также как в обычном обучение гуси то есть ну да хорошо можно это написать но смысл как бы разница в том по сравнению с обычным обучением что теперь у меня есть еще вот эти веса то есть смотрите а для одного кластера мюкаты и сигмакаты какую задачу я решаю что из этого зависит от мюкаты и сигмакаты зависит только вот это только одно слагаемое где к вот то которое меня интересует то есть я максимизирую смотрите сумма по n ожидания за это мкаты на гауссиан на логарифм на логарифм гауссиана xn с параметрами мюкаты и сигма большой каты и вот это я должен максимизировать по мюкатам и сигма ката ну формально надо конечно написать формально конечно написать что это сумма по n тут вот эти коэффициенте появляются да а тут на что они умножаются на константу плюс одна вторая логарифма определить для сигма ката минус 1 2 на xn минус мюкаты на сигма ката минус 1 на xn минус мюкаты и вот это надо максимизировать вот ну честно говоря давайте вот это я оставлю в качестве упражнения для мюкатова получится взвешенная средняя взвешенная вот этими весами для сигма ката получится вот выборочная матрицкая вариации тоже взвешенная этими весами хорошо еще ладно тогда хорошо поговорили очень эффективно ем разобрали вот давайте сделаем перерыв после перерыва приведу еще несколько примеров ем а немножко его порасширяем в разные стороны в целом ем это очень важная тема для для нас и для этого семестра и главная тема на сегодня перерыв а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 то есть как часто тут плюсика как часто минусик ну давайте это это вероятность того что плюсик соответственно 1 минус q это вероятность того что минусик появляется и вот это я хочу оценить а что мне дано а мне даны на самом деле ну давайте так скажем вот у меня будет что-то что дано ну даны фенотипы я могу посмотреть на популяцию посмотреть у как скольки людей кария глаза у скольки голубые то есть если давайте обозначу это там а это b положим вот эту ситуацию c рецессивные гены то я знаю а плюс b сколько в популяции людей с карими глазами и я знаю c сколько в популяции людей с голубыми глазами но из этого я пока не могу оценить q потому что смотрите как оценивать q но вообще там не знаю собственно сейчас по предположению генетическому эти плюсики и минусики будут независимо появляться то есть там вероятность того что у меня будет будут два плюсика это смотрите что получается это получается q в квадрате получается q в квадрате нет пока без условий просто q в квадрате извините вот соответственно вероятность двух минусиков это один минус q в квадрате но есть еще вероятность плюсика и минусика неважно в каком порядке 22 q на один минус q либо в одном порядке либо в другом порядке либо плюс минус либо минус плюс вот и получается таким образом что если у меня фенотип б то конечно все понятно но если у меня фенотип а то тогда вероятность плюс плюсика при условии фенотипа а это вовсе не единица а это типа п от плюс-плюс поделить на п от плюс-плюс плюс еще при от плюс-минус или минус плюс то есть это у в квадрате поделить на q в квадрате плюс 2 куб на один минус q тут можно сократить наверно до ку делить на в квадрате плюс в квадрате плюс ку делить на 2 минус так получается ну вот получается так получается вот а и теперь смотрите где здесь ем схема как можно что посчитать давайте начнем с какого не с какой-нибудь оценки q нулевое а и дальше пользуюсь нашими данными вот это типа x а q это типа тета а вот а b и c это типа z ну точнее как c эта часть x а ну а скажем там b это вот скрытая переменная которую я должен оценивать и тогда из нее будет а тоже следовать как из части x а то есть я задаюсь какой-то q нулевое и устраиваю ем схема таким образом я считаю там какое ожидание людей с гомозиготным доминантным аллелем вот какое ожидание а маленького ну смотрите значит это должно быть вот мне дано а плюс b число людей с фенотипом а но ожидаемое число людей именно гомозиготных она конечно не а плюс b она а плюс b умножить на вероятность плюс плюс а при условии фенотипа вот то есть это будет вот как мы посчитали а плюс b умножить на q делить на 2 минус q соответственно ожидание там людей с фенотипом b ожидания людей с генотипом b это будет получается а плюс b минус ожидания а ну то есть а плюс b умножить на 1 минус эту дробь на 2 делить на 2 минус q нет подождите 2 плюс 2 минус а хорошо тогда тогда сходится 2 на 1 минус q вот так вот а и теперь я беру значит и это мои оценки q0 и вот это как раз есть ожидание вот эти вот я не вот ожидания за этот кат их но ожидания не неизвестных мне скрытых переменных а маленькая ибо маленькая по распределению с параметрами q0 и это ешок а на н шаги соответственно я беру и считаю q1 ну как я его считаю я оцениваю вероятность но формально я должен написать логарифм правдоподобие его максимизировать но тут понятно что это значит это значит я должен подставить ожидаемое число таких всяких исходов и то есть это мне нужно ожидание от чего от какой оценки от получается сейчас q это вероятность плюсика значит каждое насчет а маленькие дают мне два плюсика каждое б маленькие дает мне один плюсик каждый то есть q1 это ожидание там 2а плюс b поделить на общее число в популяции вот но и получается что-то типа там чего получается а плюс б сейчас а плюс б можно вынести делить на н а здесь останется 2 минус q0 а а здесь останется 2 q0 а плюс 2 на 1 минус q0 вот и теперь я могу просто пользоваться этой формулой ну понятно она никак не изменится просто каждый раз qm плюс первое будет равно а плюс b на n на 2 делить на 2 минус qmt и все и таким вот образом мы постепенно сойдемся к наиболее вероятной оценки доли аллелей доминантных долей плюсиков вот вот такую схемы правда без всякого доказательства еще в 55 году предлагали для оценки встречаемости тех или иных генов аллелей из меня белок тот еще вот это один пример дискретный обратите внимание да что здесь формально все то же самое но в реальности вот в простых примерах это все просто сводится к тому что мы берем неизвестные величины оцениваем их ожидания по каким-то параметрам и потом подставляем эти ожидания что перец и перри оценить те самые параметры а формально ну да это то же самое максимизация ожидания логарифма совместного правдоподобия вот а другой пример тоже дискретный давайте рассмотрим давайте вот такой пример он очень похож конечно на то что было но просто чтобы еще раз подчеркнуть что это все не только про точки на плоскости давайте просмотрим кластеризацию чего-нибудь дискретного на типа строчек кластеризация строчек по просто расстоянию хэмминга и в кластеризации но это тоже задача которая обычно возникает какой-нибудь генетики то есть у нас ну знаете вот когда мы секвенируем много разных геномов или даже один и тот же геном секвенируем там получается много много кусочков которые похожи друг на друга но не совсем могут быть какие-то небольшие отличия типа ну вот есть какая-то подстрока и и вокруг этой подстроки могут быть какие-то значит может быть целый кластер строчек которые не сильно отличаются и вот такие кластеры хочется выводить соответственно чтобы с вероятностной точки зрения на это посмотреть ну смотрите чтобы что мы будем делать ну у нас есть алфавит из четырех букв например если мы про генетику говорим ну а если вообще говорим то есть давайте алфавит с l большой букв вот и как определить что такое кластер ну вот опять у нас есть к большого кластеров у нас опять есть пикат это вероятность того что строчка взята из к этого кластера но само распределение значит класть в кластере это смотрите давайте зафиксируем длину строки пускай длина строки будет и каждый кластер цкатый будет задаваться вероятностями встретить каждую из букв на каждой позиции то есть вероятностями того что там x это и равно альт и при условии что вся эта строчка из катого класть и тогда правдоподобие давайте одной строчки x при условии цикаты это будет просто произведение по чё там у меня м м по и наверное дать по и по и от 1 до м а п от x и т равно сейчас ну да просто сначала просто p от x и т при условии цикаты потом произведение по и от 1 до м произведение по эль от 1 до эль большого и типа p от x и т равно а эльт при условии цикаты а из которых я должен выбрать ту ту букву которая тут действительно стоит давайте а вот эти параметры обозначить через ст это это получается каком порядке лучше к наверно сначала и эльт а вот и здесь получается произведение по позициям прохтинать пожили по позиции они произведение по алфавиту тета к и эльт ну из которых надо выбрать ту букву которая действительно там стоит соответственно про эти параметры можно сказать что куда они суммируются для каждой для каждого кластера и для каждой позиции какая-то буква там стоит вот так вот такие суммы ну вот смотрите мы определили что такое дискретный кластер пространстве строчек мы определили правдоподобие 1 x а ну и теперь можно устраивать им схема то есть можно ввести вот эти за тонко ты опять как то что xn лежит в цикату и опять получается примерно то же самое совместное правдоподобие п от xn при условии тета это просто произведение по n по строчкам ой господи пикат начало точно такое же да п от xn цк степени за тонко а дальше вот в этом дискретном случае получается такая штука пикаты на произведение по позиция на произведение по этим самым алфавиту по символам тета кальта и вот мы попали в ту же самую ситуацию мы попали в ситуацию в которой для известного за это оптимизировать легко для неизвестного сложно и мы строим ее схему и на ешаге что мы должны оценить должны оценить ожидании в этом карты как это и постализация то есть но давайте я сразу напишу пикаты на произведение по и произведения по ль т это карета x и т равно ль ты определить на что на сумма по кластером rs пи s произведения по и произведения ПЛТ это S, и ЛТ, X и равно L. А на M шаге, соответственно, я должен просто обучить все эти бесконечные кубики. Давайте для иллюстрации я напишу. P от XZ при условии тета. Смотрите, как опять все разделится. Опять это будет сумма по N, Z, N, катах на что-то там. И опять ожидание по Z спустится по линейности до Z. Вот это общая черта всех этих Mixture Models. То есть опять будет сумма по N, ожидание Z, сумма по N. Так, что мне не говорить, я же пропустил произведение по K. Конечно же. Вот. А сумма по N, сумма по K по кластерам. Z, N, катах на что? На вот этот логарифм P, катах плюс сумма по E, сумма по L. Если X и T равно A, то логарифм T, T, K и L. И вот это надо максимизировать. Значит, а здесь ожидание. И вот это надо максимизировать по P и T. Ну а как это максимизировать? Опять сумма раскладывается в несколько независимых сумм. Вот у меня опять есть вот это. Ну это просто обучение кубиков, как обычно. А теперь обучение параметров кластера, это тоже обучение кубиков. Смотрите, опять сумму по K я вынесу наружу, потому что в каждом кластере все независимо. А внутри мне нужно найти, типа, коэффициент при логарифме T, T, K и L. Значит, сумму по E тоже можно вынести наружу, потому что позиции тоже независимы. Ну а вот дальше уже действительно получаются зависимые величины, потому что дальше есть условия. В каждой позиции сумма T, T равна, конечно, единице. Соответственно, здесь получается сумма по L. И если, значит, сумма по N, вот я эту сумму в самый низ засунул, а тут N это, да? И если у этого, у N строчки на этом месте стоит L, T буква, то я беру в эту сумму логарифм T, T, K и L, T. А, и, конечно, я беру его не просто, а я беру его с коэффициентом ожидания Z, K и L. Вот, то есть при T, T, K и L стоит вот такой коэффициент при логарифме T, K и L. Ну и дальше это просто опять вот каждая вот эта внутренняя скобочка выделена. Это свой кубик относительно Т, K и L, который нужно обучить. То есть просто типа Т, K и L, T, M плюс первое. Следующий шаг, это будет, боже мой, очень сложно. Сумма по N, X и N, T равно L, T на ожидание Z, K и L, T поделить на сумму по буквам, да? Сумма по, ну там, L штрих, сумма по N, X и N, T равно L штрих, ожидание Z, K и L, T поделить на сумму по буквам. Вот так. Ну, какие дела. То есть в дискретном случае, в кластеризации все получается точно так же, просто мы обучаем параметры кубиков. Мне показалось, что это важный пример, чтобы его, так сказать, рассмотреть. Окей. Поехали дальше. Можно показаться еще смотреть, что у нас здесь является платентной переменной, что... Да, платентная переменная, это, как и в предыдущей кластеризации, это Z, это то, что N-ая строчка была порождена из ка-тового кластера. А параметры этого кластера, это teta, ну и есть еще параметры смеси P. То есть... А вот сам... Ага. А сама модель у нас заключается в том, что у нас, у нас есть набор строчек, по которым мы уже знаем какой-то вероятности, строительство и ты вместе какой-то символ. Ну, смотрите, сама модель, давайте я отдельно нарисую, такая. А сначала с вероятностями P я кидаю кубик, выбираю из какого кластера, понятное дело. Потом, в этот кластер, это вот что. Это... М большое кубиков, да, по позициям от 1 до M, и каждый из кубиков на L исходов. То есть у меня строчки длины M большой, и я каждую буковку... У каждой буковки есть своя вероятность. На каждой позиции. То есть teta, k и lt — это вероятность, значит, в k-том кластере на i-той позиции получить l-тую буковку. А сами кластеры мы не соединяем в одну строчку, разную. Не понял. Или у нас строчка стоит из нескольких кластеров или из одного кластера? Строчка — это x. x из кластеров не состоит. Я не понял вопрос, извините. Ну, у нас вот мы хотим понять, какие параметры у нас были у кластеров. Вот. Кластеры — это наборы... Это у нас каждый кластер — это просто образцов кубиков нескольких. Кластеры — это сами кубики. Кластеры — это вот определяется вот этим распределением, параметрами. Да, ну вот у кластеров есть такие вот распределения. Да. Вот. Но из кластеров мы же хотим оставить строчку. Или... Почему? Или нет? Да нет. Ну как вот... А, вот это просто отдельно в кластере существуют такие? Ну вот на плоскости. Кластер — это Gaussian. Мы же не хотим из Gaussian оставить точку. Мы хотим обучить параметры Gaussian на мё и сигме. Также здесь мы хотим обучить параметры кластера, то есть вероятности получить разные буквы на разных позициях. А, ну давайте мы кластеризуем сами строчки, а не подстройки там какие-то в них. Да, сами строчки, да. Да, всё, теперь понятно. Спасибо. Вот. Ну если как бы подстройки тоже можно кластеризовать, но это будет сложнее, потому что тогда ещё как-то их выбирать надо. А это вообще не очевидно пока, как сюда добавить. Так. Хорошо. Значит, это были дискретные примеры. Теперь. Ну типа простые расширения. Значит. Какие тут есть простые расширения? Ну первое простое расширение состоит в следующем. Как бы я там объяснить? Смотрите. Вот что такое EM-алгоритм? Ещё раз. Мы берём логарифм P от XZ при условии тета и его максимизируем. И я говорил, то есть как бы вот у меня был изначальный набор данных, состоящий из X-ов. И мой виртуальный набор данных, он представляет собой пары из X-ов и Y-ков. А, из X-ов и Z-ов. Из видимых переменных и скрытых переменных. Ну в принципе, в принципе, вот этот D-штрих, он может быть устроен как-то немного сложнее. То есть, в принципе, можно рассмотреть ситуацию, где есть D-штрих. Это какой-то... он состоит из каких-то Y-ков. Да? И мы умеем максимизировать, значит, P от Y при условии тета. И это типа легко. Ну так же, как здесь было вот. Y это... думайте про него как про обобщение этой пары XZ. А надо оптимизировать P от X при условии тета. И это типа трудно. Вот. И вот, короче говоря, вся вот эта же EM-схема может пройти... Ну, я не буду углубляться, потому что у меня одного такого примера не будет. Но вся вот эта EM-схема может пройти, если YN при условии XN перестают зависеть от тета. То есть, P от YN XN тета — это просто P от YN при условии XN. Вот если это условие выполняется, то можно использовать Y в качестве вот этих пар XZ и строить функцию Q как логарифм P от Y при условии тета. Там, ну, надо уметь считать ожидания, конечно, как и в обычном EM. Но вот если умеете, тогда все дальше проходит точно так же. Вот. Ну, как правило, естественно, это условие на практике означает, что просто YN — это какая-то... Сейчас. Нет. Подождите. Я наоборот. Наоборот, извините. X — это функция от Y. Вот так. Извините. XN, YN. Вот. Как правило, это условие, конечно, выполняется, когда просто XN — это какая-то функция от YN. То есть, вот у нас здесь XN — это функция от YN. Такая очень простая функция. Это проекция на первую половину компонентов. А, в принципе, это может быть другая функция. Но пока в ней не участвуют теты, все будет точно так же проходить. Вот это первое такое расширение. Второе расширение. Второе расширение. Еще проще. Но вот оно бывает полезно на практике. Обобщенный EM. Значит, обобщенный EM говорит следующее. И, смотрите, вот как у нас EM выглядел. У нас была вот эта сложная функция, которую мы максимизируем. Мы здесь находимся. Мы переходим в максимум. И в максимуме находим следующую. Там, тета, m плюс первую. Замечание. Очень простое замечание. А зачем в максимум-то? Тут нигде мы не пользовались тем, что тета, m плюс один — это именно максимум функции Q. То есть, если представить себе ситуацию, значит, если тета, m плюс один, вот найти argmax Q трудно, то можно, в принципе, просто поискать такой тета, m плюс первый, что Q от тета, m плюс один, тета, m больше, чем Q от тета, m, тета, m. Ну, то есть, неважно на самом деле. Представим себе, что эта функция Q, она тоже сложная. И представим себе, что это никакой не максимум, а там потом еще что-то происходит. Но это неважно. Просто если функция Q увеличилась, а тут она касалась, то, конечно, красненькая функция логарифм P тоже увеличится, естественно. То есть, вся логика будет сохранена. То есть, не обязательно, чтобы тета, m плюс один был максимум. Но это звучит очевидно. Это и есть очевидно. Но это, честно говоря, как бы, да, я видел это в жизни, но это очень редко бывает нужно. Как правило, все-таки в ЕМ-алгоритме ну, просто Q так строится, что ее и максимизировать проблем не составляет. Ну, а если проблем не составляет, то, конечно, лучше максимум. Вот. А дальше, какие еще можно, какое еще можно общее замечание тут сделать? Давайте еще вот такое общее замечание сделаю, что Q от T, 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 M смотрите, что это такое. Это ожидание. Значит, представим себе, что мы, опять же, говорим про какой-то датасет. Вот этот D' где есть иксы и зеты, ну, зеты скрыты, иксы видимы и все такое. То есть, это ожидание по z получается от логарифма произведения по n P от xn, zn при условии тета. То есть, на самом деле, даже вот, даже если все получается не так клево, как в смесях, когда ожидание просто прыгает прямо сразу к z, и надо считать его отдельно, все равно, в общем, всегда можно вынести сумму по n за ожидание. То есть, это всегда логарифм какого-то произведения, и, значит, тут внутри всегда будет ожидание уже просто по zn, потому что остальные уже пропадут, а при условии там xn и тета m от логарифма правдоподобия одной точки. Вот, ну, вот такое разложение верно более-менее всегда, а часто, как мы видели, еще и просто от z тоже линейная зависимость, и это ожидание прыгает вниз к z. Так. Какие еще можно сделать замечания? Какие можно сделать замечания? Давайте отдельный пункт напишу. Значит, там рандомизированные варианты. Смотрите, вот это бывает в жизни чаще, чем даже обобщенный e, поэтому я вынесу это в отдельный пункт. Вот опять вернемся к задаче, которую мы решаем. q от t, 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 m это ожидание по z из p от z при условии x, t, t, m от логарифма p от x, z при условии т, t, m. Вот здесь бывает, что взять это ожидание трудно. То есть, бывает, что посчитать функцию q сложно. и бывает так, что разумно аппроксимировать ожидание через выборку. Но вот это мы много раз, конечно, уже делали в курсе, и вы из меня понимаете, что как, то есть, бывает так, что взять ожидание сложно, но при этом посемплировать из этого распределения все-таки можно. Мы с вами еще не проходили семплирование, мы будем проходить методы семплирования из разных сложных распределений. Вот. Вот. Соответственно, если мы умеем семплировать из p от z, но не умеем в замкнутом виде считать ожидания, тогда можно сделать так, можно насемплировать этих z-ов. z1 mt z2 mt zr mt посемплировать из распределения p от z при условии x, t, t, m. И потом вместо q q аппроксимировать в среднем по выборке 1 rt на сумму p r логарифм p от x z r mt при условии тета. И вот эту выборку уже максимизировать по тету. То есть, смотрите, как здесь интересно получается, такое немножко необычная ситуация. функция, вот этот логарифм p от x z при условии тета, это же функция от тета. То есть, это функция от параметров, которую мы хотим оптимизировать. И раньше мы что делали? Мы эту функцию, ну, там есть какие-то z, z, к z спускается ожидание, мы считаем это ожидание, и эти z начинают заменяться на свои ожидания, и дальше мы что-то там оптимизируем. А здесь, смотрите, как интересно получается. Мы берем эту функцию, логарифм совместного правдоподобия, и подставляем туда несколько разных значений z. Именно подставляем. А потом суммируем, и вот эту сумму с разными подставленными z, максимизируем под это. Вот такое расширение называется сейчас которое называется Монте-Карло, и ну, по понятным причинам, когда мы аппроксимируем ожидание через выборку, это называется метод Монте-Карло. А если мы это делаем выборкой из одного элемента, то есть, если r равно единице, тогда это называется стахастический. Вот. И вот такое в жизни бывает, да. Так, есть ли вопросы по расширению? Пока грязно, не забыл ли я чего? А, забыл, конечно, да. что-то дальше. Следующий пункт. Следующий пункт тоже, как ни странно, совсем простой, хотя кажется, что это и есть там то главное, что отличает все то, что мы делаем от классической статистики. Как добавить априорное распределение? мы же всю дорогу занимаемся тем, что максимизируем правдоподобие. Весь наш ЕМ-алгоритм, он про то, чтобы максимизировать правдоподобие. И все, да, ничего другого мы не делаем. Но, конечно, хочется, например, рассказать максимальную пастерьюрную гипотезу. То есть хочется максимизировать там п от тета при условии х. Как максимизировать п от тета при условии х? Ну, как вы, наверное, уже понимаете, очень просто. Просто логарифм п от тета при условии х это логарифм п от х при условии тета плюс логарифм п от тета плюс константа по формуле Байса. И вот это я теперь должен максимизировать по тетам. Соответственно, как это в EM-алгоритм вставить? Вот тут какая-то функция от этого изменилась все-таки. Я теперь должен оптимизировать что-то другое, и максимум будет в другом месте. Как это вставить в EM-алгоритм? На самом деле очень просто. Давайте вспомним, в чем был наш результат про EM-алгоритм. Что такое эта функция Q? Это функция Q, это часть вот этой нижней оценки L-красивая для логарифма правдоподобия. То есть, давайте это вспомним, L-красивая от ТТТМ меньше либо равно логарифму P от X при условии ТТТ, ну и дальше мы переходим максимум L-красивого и оптимизируем. Ну так если верно это неравенство, значит я просто к L-красивому добавлю логарифм P от ТТТ, и он будет меньше либо равен, чем логарифм P от X при условии ТТТ плюс логарифм P от ТТТ. Правильно? Ну и теперь я добавлю сюда ту же самую константу, и получу слева логарифм P от ТТТ при условии X. Ну и константа мне не важна, потому что у нее нету ТТТ, и я ее не должен оптимизировать. И получится, что оптимизировать-то я должен как раз просто функцию Q, старую, плюс логарифм априорного распределения. Вот и все. То есть если я хочу добавить априорное распределение, то EM алгоритм будет выглядеть так. Я максимизирую по ТТТ, Q от ТТТТМ плюс логарифм P от ТТТ. Все. Ну и скорее всего это ничем не сложнее оптимизировать, чем просто Q, как всегда в нашей науке и бывал. Так. Ну с предсказательным распределением уже, конечно, сложнее. То есть я учусь оптимизировать. Я могу найти максимум апостриорного распределения. Но, конечно, EM алгоритм не даст мне сам по себе сэмплов из апостриорного распределения, по которым я мог бы оценить какие-то ожидания. Нет. Это локальная оптимизация. Мы ищем локальный максимум. Здесь тоже, конечно, речь про локальный максимум. То есть перейти к предсказательному распределению так вот напрямую не получится. Нужны другие методы. А именно как раз нужны методы сэмплирования, о которых мы будем говорить потом. Дальше поехали. Еще одно расширение. Значит, на обучение, как это по-русски некрасиво называется, с частичным привлечением учителя. Same as you provide learning. То есть представьте себе, что я хочу сделать кластеризацию, да, но при этом про какую-то часть точек я уже знаю, каким кластерам они принадлежат. есть метки. Но меток мало. Ну типа точек много, меток мало. Как внедрить известные метки в EM алгоритм? Как вы думаете? Начальные данные, данные для z вставить таким образом. Ну и не только начальные, а вообще все. То есть у нас есть вот это q от t, 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 m. Это ожидание по z от чего-то там. Ну вот просто теперь вот это ожидание, оно не по всем z, а по тем, которых мы не знаем. А те, которые мы знаем, мы подставим сюда. Вот и все. И так как я сейчас это сформулировал, это звучит как-то по-идиотски. Ну, в смысле, трудно себе представить задачу кластеризации, в которой у нас уже метки каких-то кластеров частично расставлены. То есть, ну, можно себе представить, что мы там одну точку выбрали, скажем, вот похожую на эти, мы хотим называть так-то. Но так, что у нас прям датасет есть, который чем-то поможет, это как-то сомнительно в кластеризации. Но на это надо посмотреть под другим углом. А другой угол здесь такой. Что если мы решаем задачу классификации все-таки? Вот у нас есть датасеты с красных точек и синих точек. И мы бы решали эту задачу классификации и провели бы какую-то разделяющую поверхность между красными и синими точками. Все было бы как обычно. Но что если у нас есть не только красные и синие точки, а еще есть куча сереньких точек, про которые мы не знаем меток. И вот это уже очень частая на практике ситуация. Ну, типа, вы отличаете кошечек от собачек на фотографиях, и у вас есть какой-то размеченный датасет, но вы же можете скачать сколько угодно неразмеченных фотографий, которые просто фотографии. Ну, кошечки и собачки – это не очень хороший пример, потому что непонятно, как скачать фотографии или кошечек, или собачек, но неизвестно кого. Но, тем не менее, понятно, что такие примеры в жизни часто бывают. И теперь, если у вас есть еще, вдобавок к небольшим датасетам размеченным, есть еще большой датасет, который не размечен, то вы можете устроить вот такую EM-схему. Это называется псевдометки. Сури-лэйблс. То есть вы на каждом шаге обучаете сначала свой классификатор, потом для каждого неизвестного вам примера оцениваете ожидания, значит, из какого класса он, скорее всего. У вас получится, что вот эти точки, видимо, все красненькие, а тут какая-то часть красненькая, а часть синенькая. Но дальше вы будете… Но вот эти красненькие, они будут похожи на синенькие. Вот эти красненькие, которые снизу. Их ожидания z-ов будут не очень уверены. А вот эти красненькие, они будут похожи на красненькие. Их ожидание там красного класса будет большой, близко к единице. Ожидание вероятности. И вы так будете, значит, итеративно подправлять свои псевдометки, строить разделяющие поверхности. Ну и в итоге, по идее, вы должны прийти вот к такой разделяющей поверхности, сказать, что вот эти все синенькие, вот эти все красненькие. И заметьте, что это совсем другое дело, чем изначальная поверхность, которая действительно была хороша для размеченной части вашего дата-сета. Но плоха для неразмеченной части. Вот. Вот это уже очень практическое дело, которое сплошь и рядом в жизни встречается. Когда метки есть, но они есть на небольшой части данных. Так, что еще я мог забыть вам рассказать? Или я уже все рассказал? Сейчас, один момент, чтобы не перепутать. Ну да, видимо, я все вам рассказал, что хотел. Смотрите, у меня есть один большой пример, который я уже точно не успею. Его мы в следующий раз обсудим, но так и задумано было. Вот. А сейчас у нас не так много времени, но давайте обсудим еще один пример, который, как бы, с одной стороны, это пример EM-алгоритма, с другой стороны, это немножко пример тоже некоторого обобщения EM-алгоритма. Так что это все вполне сходится к тому, о чем мы с вами говорим. Пример называется модель Брэдли Терри. Вот, смотрите, модель Брэдли Терри. Что это такое, о чем это и к чему это? Представьте себе, что вы строите рейтинг-систему. В следующий раз у нас будет еще пример другой про рейтинг-систему, но сейчас такой. Строите рейтинг-систему для каких-нибудь там шахматистов, например. А лучше давайте для игры в Го, потому что в Го ничьих не бывает, так будет проще. То есть у вас есть набор игроков, сколько-то их, сколько, сейчас, N, будет от одного до N игроки. И иногда они играют друг с другом какие-то партии. Ну вот, и ты, и же ты сыграли, и ты выиграл. Или же ты выиграл и это. И у нас есть вот много-много таких партий, много результатов, много данных о том, кто у кого выиграл. И мы хотим на основании этого построить рейтинг. Что значит построить рейтинг? Это значит, вот с точки зрения модели Брэдли, ну ладно, пока без точки зрения, просто вообще что такое построить рейтинг? Это значит каждому игроку, каждому участнику рейтинга поставить соответствие какое-то число. Ну так, чтобы, там, если гамма ИТ больше, чем гамма ЖИТ, то более вероятно победит ИТ игрок, а не ЖИТ. И причем, чем больше эта разность, тем более вероятно победит ИТ игрок. Вот абстрактно примерно такая задача. То есть мы хотим присвоить какие-то численные значения, совершенно неважно, на какой там шкале и где. Это, возвращаясь к обучению и ранжированию. Но так, чтобы они имели какой-то смысл с точки зрения ожидаемых вероятностей победы тех или иных игроков. Ну, все знают, по крайней мере, по наслышке, один пример таких моделей – это рейтинг Элла. Но про рейтинг Элла мы с вами тоже поговорим, но существенно позже. Он основан на немножко других принципах. А модели Брэдли Терри, они… Ну, рейтинг Элла тоже вероятностный, но он на других предположениях работает. А модели Брэдли Терри работают вот на каком предположении. Смотрите, давайте просто возьмем и промоделируем вот эту вероятность. Каким-нибудь простым образом. Ну, мне надо все-таки, чтобы было число от нуля до единицы на выходе, да? Давайте вот так сделаем. Моя гамма будут неотрицательными числами, даже положительными. И я скажу, что вероятность того, что ИТ игрок обыграет ЖИТОВА, это просто гамма ИТ, отнормированная гамма И плюс гамма ЖИ. Ну, соответственно, вероятность того, что ЖИТОВА обыграет ИТОВА, это гамма ЖИ определить на гамма И плюс гамма ЖИ. Вот это предположение. Модель, собственно. А дальше все вытекает абсолютно естественным образом. Дальше у меня есть данные. Что такое данные? Ну, это типа набор упорядоченных пар, да? Вот они сыграли, и ты выиграл. И много там этих упорядоченных пар. Понятно, что с точки зрения обучения нашей модели, неважно, в каком порядке там чего записано. Поэтому давайте я просто скажу, что есть набор чисел W, который показывает, сколько раз ИТ игрок обыграл ЖИТОВА. От слова win, да? W и ЖИТОВА это сколько раз ИТ игрок обыграл ЖИТОВА в моей базе. Ну, соответственно, W и ЖИТОВА наоборот. Они не симметричны. И тогда, что такое правдоподобие таких данных? P от D при условии гамма. Это произведение по всем вот этим парам гамма ИТ делить на гамма ИТ плюс гамма ЖИТОВА. То есть, если теперь в терминах W, это произведение по И, произведение по ЖИ, а гамма ИТ делить на гамма ИТ плюс гамма ЖИТОВА мы берем в это произведение W и ЖИТОВА. И мы хотим это максимизировать по гамму. Вот такая задача. Обратите внимание, что для этой задачи... Для этой задачи... Что для этой задачи? Для этой задачи пока нет никаких скрытых данных-то, собственно. То есть, казалось бы, ЕМ схема тут ни при чем. Все известно, все результаты даны, вот правдоподобие написали. Но, оказывается, что это правдоподобие трудно оптимизировать напрямую. То есть, вот, если написать логарифм ПАД при условии гамма, это будет, смотрите, сумма по И, сумма по ЖИ, W и ЖИТОВА на логарифм гамма ИТОВА минус логарифм гамма ИТОВА плюс гамма ЖИТОВА. И это нелегко оптимизировать. Этот логарифм суммы — это какая-то противная штука. И непонятно, что с ней делать. И вот... Ну, то есть, понятно, что можно было бы взять производные, получить какое-то условие, и это условие дало бы нам, как мы это не раз делали, итеративный алгоритм для вычисления. Но я хочу воспользоваться... Компетент, скорее всего, к тому же самому алгоритму, но воспользоваться этим случаем, чтобы показать, проиллюстрировать пример того, как вот идеи EM могут помочь и в других случаях. Здесь, смотрите, какая идея. Какую идею можно применить. Можно применить идею, вот эту базовую, о том, что если я построю нижнюю оценку к функции, которая в текущей точке касается, а потом перейду в максимум, и так буду продолжать переходить, то я тем самым приду к локальному максимуму этой сложной функции. То есть, вот эта идея. И эта идея, она используется в EM, но в EM используется конкретный частный случай. У нас вот конкретная функция, с алгоритмом правдоподобия, ну, конкретный класс функций, и конкретная нижняя оценка, вот эта L красивая, которую мы оптимизируем. Но, в принципе, это же не важно. Мы можем все, что угодно использовать. Главное же доказать, что это нижняя оценка. Вот. И вот такой класс алгоритмов, которые используют какие-то нижние оценки, называется MM алгоритмы. Minerization, Maximization. То есть, сначала на очередном шаге мы должны найти миноризующую функцию, нижнюю оценку, которая касается в текущей точке. А потом на втором M шаге, тут оба шага M, мы должны максимизировать эту функцию, перейти в новую точку. Ну вот, соответственно, здесь такое довольно стандартное применение вот этой MM-идеи, которая связана с тем, что вот у меня сложная функция логарифм, и эта сложная функция логарифм, смотрите, какую я хочу оценку использовать, у меня минус логарифм, поэтому мне нужна, наоборот, верхняя оценка на логарифм. И я хочу линейную верхнюю оценку, которая бы еще касалась где-то. Ну, у логарифма есть такая естественная касательная, классическая, да, в точке 0, точнее, в точке x равно 1, y равно 0, производная логарифма равна 1, да, то есть логарифм x меньше либо равен, чем x минус 1, причем в единице будет касание. Вот, давайте этой оценкой воспользуемся и построим на ней такую схему миноризации и максимизации. Смотрите, что будет получаться. Я хочу, значит, логарифм гаммы этого я оставлю, это меня не очень пугает, но я хочу воспользоваться для логарифма суммы этой оценкой. Я хочу сказать, что логарифм гамма и t плюс гамма житая меньше либо равен гамма и т плюс гамма житая минус 1. Или все-таки нет? Сейчас. Возможно, отнормировать я хочу. А, сейчас. Да, пардон. Не совсем так. Мне нужно, чтобы моя оценка касалась в текущей точке гамма mt. Чтобы она касалась в текущей точке гамма mt, это должна быть оценка на логарифм гамма и t минус логарифм гамма и t плюс гамма житая. А, соответственно, чтобы она касалась, надо, чтобы в точке гамма m аргумент логарифма равен 1. Вот. Поэтому давайте я так напишу, что логарифм гамма и t плюс гамма житая поделить на гамма и t mt плюс гамма житая mt меньше либо равен, чем гамма и t плюс гамма житая на гамма и t mt плюс гамма житая mt минус 1. Вот. Вот так будем использовать эту оценку. Ну, соответственно, логарифм гамма и t, вот эта скобочка, больше либо равен, потому что с минусом, чем, смотрите, что получается, гамма и, ну, логарифм гамма и t останется, минус гамма и t плюс гамма житая поделить на гамма и t mt плюс гамма житая mt плюс 1. И еще вот этот надо ставить, значит, логарифм минус, логарифм, точнее, плюс логарифм гамма и t mt плюс гамма житая mt. Вот. И получается, что логарифм правдоподобия целиком больше либо равен, чем сумма по и, сумма по житая, дубль в и житая, смотрите, на что? Логарифм гамма и t минус гамма и t плюс гамма житая поделить на гамма и t mt плюс гамма житая mt, ну, плюс какая-то константа, которая не зависит от гаммы. И давайте это промаксимизируем по гамме. Вот теперь можно взять производное и получить замкнутый ответ. А, смотрите, что можно тут получить, господи, очень сложно, да? d логарифм p по d гамма, kt, давайте. Смотрите, точнее, ой, продам, не d логарифм p, а d вот этой нижней оценки. d, l, красивая, pd, гамма, kt. Смотрите, это сумма по i, сумма по житая, w и житая. Здесь d логарифм гамма и t по d гамма, kt минус d, ну, вот это гамма и t плюс гамма житая по d гамма, kt и еще умножить на единицу, делить на этот знаменатель. Знаменатель сейчас для нас констант. Вот, вот это надо сравнять нулю. Смотрите, какие слагаемые здесь не равны нулю? Ну, те, где либо i, либо g равно k, естественно. То есть, с одной стороны, значит, если i равно k, то останется сумма по g, w, k, житая, и тогда вот этот логарифм тоже играет, то есть это тоже гамма, kt. Это будет 1 на гамма, kt минус, а здесь будет, соответственно, единица делить на гамма и t, mt плюс гамма житая, mt. Вот. А если, наоборот, g равно k, то есть kt проиграл, то тогда w и kt умножить на просто минус 1 делить на гамма и t, mt плюс гамма житая, mt. И вот это надо приравнять нулю. Да? Вот. То есть, получается, что... Ну, что тут у нас получается? Господи. Сумма по g и w, k, житая, делить на гамма, kt равно, если перенести в другое. Здесь гамма и t, mt плюс гамма житая, mt, сумма по g. А, вы извините. Вот так просто, да. А, нет, так просто. Я просто тут g на k не заменил. Здесь k и здесь тоже k. Так. Соответственно, тут будет внизу, ну, какое-то гамма и t, mt, r. Простите. Тут будет сумма по i. Внизу гамма и t, mt плюс гамма, kt, mt, да, это один и тот же знаменатель. А сверху, смотрите, W, K и T плюс W и K, T. Вот. То есть, получается, смотрите, что такое вот эта сумма? Это типа сколько всего раз K, T, игрок у кого-то выиграл. А что такое вот эта сумма? Это типа сколько партий сыграли друг с другом K, T, игрок и T, игрок. Неважно, кто выиграл. И получается, что там γ, K, T, M плюс первое, это, соответственно, вот это в числителе будет, да, сколько раз K вообще выиграл, поделить на сколько раз он вообще сыграл, но с весами. Это сумма по i, значит, сколько раз он сыграл с i, с весом вот это один делить на сумму их рейтингов. И вот мы получили правило пересчета, по которому можно дальше эту модель Bradley Terry обучать. Вот. Вот это пример чего? Ну, это пример той же вероятностной модели, той же вероятностной модели, в которой, в принципе, замкнутого ответа не получается из-за того, что тут логарифм суммы, и оптимизировать, ну, как бы решить это уравнение трудно. Но, благодаря вот этой MM-идее, Mineralization Maximization, мы можем построить... Мы можем построить итеративную схему, которая постепенно увеличивает... Которая постепенно увеличивает правдоподобие и приведет нас к какому-то локальному максимуму. Ну, вот. Ну, давайте вопрос аудитории на засыпку. А что, если мы все-таки к шахматам хотим применить эту схему? Что, если ничья может быть? Что нужно сделать? А ничья надо там влиять на рейтинг? Ну, конечно, если вы с Магнусом Халтсеном ничья собираете. А, да, точно. Ну, не знаю, может, если человек там... Если прошу о том-то говорить, если человеку ничьим за человек, то ему может как-то больше, то есть, не знаю. Чего-чего. Ну, смотрите, ничья означает, что вот это уже больше не работает. То есть, это как бы... Такой модели больше быть не может, потому что тут сумма этих вероятностей равна единице, а теперь у нас три исхода, а не два, и вероятность ничьей не равна нулю. Вот. То есть, надо вот это как-то поменять. Как вы думаете? Как ее можно поменять? А может, надо два параметра в минимуме свободных? Нет, не обязательно. Вот это, кстати, мы как раз не хотим менять, потому что мы не хотим, чтобы рейтинг описывался двумя разными числами. Тогда он будет... Ему будет трудно сравнивать друг с другом, людям будет ничего непонятно. Короче, мы хотим, чтобы у каждого игрока все-таки был один гаммейт. Может быть, добавить какой-то порог, что там... Если вот эта разность там 0.1 или меньше, то 30-летний щит. Порог добавить можно, но с порогом тяжело, потому что с порогом мы потом фиг что оптимизируем. Давайте, да. Там все производные будут равны нулю в результате. Ну, в целом, идея как раз примерно такая, да. То есть мы хотим добавить исход ничей. Вот я по-прежнему должен такой, значит, плюс ничья. Как это сделать? Я должен по-прежнему, значит, как-то определить вероятность того, что и ты выиграл, как-то определить вероятность того, что же ты выиграл, а еще как-то определить вероятность ничьей. И тут, на самом деле, могут быть разные варианты. Я могу сказать, как обычно это делают в модели Брэдли Терри, но это совершенно не значит, что это самый лучший способ. Обычно делают так. Добавляют какой-то вот один параметр на всех, тета, больше единицы, и говорят, что для того, вот это как раз тот порог, о котором вы говорите, то есть условно говорят, для того, чтобы победить, вы должны превзойти не гамма-житой, а тета на гамма-житой. То есть вероятность, но это не порог в том смысле, что мы ив пишем, что если гамма-и ты больше, то победил, а меньше ты ничья. А это влияет на вероятность просто. То есть вероятность того, что и ты выиграл у житого, это будет гамма-и ты делить на гамма-и ты плюс тета на гамма-житой. То есть, ну типа, больше, чем просто гамма-житой. Ну и здесь, соответственно, гамма-житой поделить на гамма-и ты плюс тета на гамма-и ты. А вероятность ничьей тогда это то, что осталось. Один минус вот это и минус вот это. И, ну да, я уж, конечно, не буду это сейчас здесь выписывать все, но можно провести точно такую же схему. Когда вы возьмете от этого логарифма, у вас точно так же проблема будет в том, что будут появляться логарифмы гамма-и плюс тета на гамма-жи, и с другой стороны логарифмы гамма-жи плюс тета на гамма-и. И вот их вам нужно будет точно так же оценить этой ММ-схемой. Точно так же, как здесь. Вот. И в принципе, такого рода штуки можно, такие трюки можно использовать, чтобы добавлять всякие дополнительные штуковины в модель, ну, дополнительные знания, да. Во-первых, обратите внимание, что тету можно тоже обучать из данных. То есть тета, ну, скорее всего, ее можно, поскольку это один глобальный параметр на всех, его можно просто... Не, ладно, сразу нельзя, потому что сразу гамма неизвестна. Ну, типа, вы можете просто, как бы, сначала присвоить всем одинаковые рейтинги, и на основе одинаковых рейтингов обучить тету, да, вот как эту вероятность просто... Ну, это не вероятность ничьей, но, видите, от тета зависит вероятность ничьей. Можно тету обучить из того, сколько в базе побед, сколько ничьих. И потом на каждом шаге у вас появляются новые значения гамм, вы их используете для того, чтобы переобучить тету тоже. Тоже такая EM-схема, да. Вот просто тета — это еще один параметр, который мы обучаем. И точно так же можно всякие дополнительные, не знаю, особенности соревнований включать сюда. То есть, скажем, шахматы играют белыми и черными. Понятно, что белыми играть проще. Ну, как добавить то, что кто-то играет белыми? Да тоже добавить какой-нибудь параметр. Пускай там W у меня занят. Пускай будет параметр A больше 1, соответствующий тому, что он играет белыми. Тогда вероятность того, что E обыграл житы, где E белыми играл, будет как А на гамма ИТ и делить на А на гамма ИТ плюс гамма ЖТ. А если черными, то наоборот, гамма ИТ на гамма ИТ плюс А на гамма ЖТ. Ну, вот такие мультипликативные параметры, ими можно все что угодно добавлять. Но вот что плохо работает в моделях Bradley Terry, сразу скажу, плохо работают команды. Не совсем понятно, как ввести. То есть можно сказать, что рейтинг команды — это сумма рейтингов, но это не всегда так работает. А совсем плохо работают турниры, ну, как бы результаты матчей, в которых не два участника. То есть для того, чтобы записать правдоподобие в модели Bradley Terry, надо как бы перечислить все возможные исходы соревнований. Поэтому если у вас соревнования из четырех игроков, не знаю, партия в какую-нибудь онлайн-игру, в которой, ну, пускай это Free-for-all-шутер, в котором, значит, эти игроки не образуют команды, но их типа четыре, то уже вам нужно выписывать отдельно вероятности всех вот этих перестановок возможных результатов. И это, как вы понимаете, быстро становится не очень реалистичным. То есть, ну, для четырех, наверное, еще можно, а если у вас десять игроков играет одновременно и занимает какие-то места, то уже совсем беда. Вот поэтому, в общем, с матчами на много участников здесь не получится. Но многие какие-то вот вспомогательные дополнительные штуковины, вроде ничьих, там, не знаю, играешь дома или в гостях, или какие-то такие штуки, которые добавляют, которые имеют, может, неизвестное, но можно предположить, что одинаковое влияние на разных игроков, их сюда добавлять довольно легко. Вот. Ну, это первый пример рейтинг-системы, который мы в курсе рассматриваем. У нас их будет много. У нас будет и рейтинг-система спортивного что-где-когда, и рейтинг-система, значит, TrueSkill. В общем, это такой хороший пример, на котором многое вероятностное моделирование хорошо видно. Вот. Ну и давайте я пробегусь по слайдам. Напоследок, может быть, что-то я еще забыл. Кластеризация. Обсуждали кластеризацию. Single link, complete link. Бла-бла-бла. Алгоритм Е. Значит, ну, тут на слайдах пример смесь двух гауссианов, но мы, собственно, сразу это и рассматривали как кластеризацию, как смесь нескольких гауссианов. Значит, EM, EM. Вот это, кстати, та самая выборочная дисперсия с весами. И дальше доказываем... А, ну сейчас еще код покажу, да. Дальше доказываем, смотрим, как выглядит EM-шаг. А, во! Забыл вас спросить, а как выбирать число кластеров? Как вы думаете? Что будет происходить с правдоподобием модели, если я увеличиваю число кластеров? Ну, если очень много кластеров будет, то у нас просто для каждого точка будет свой... Калиберная точка будет свой кластер. Да. И будет максимальное правдоподобие. Да. Ну и вообще... И большая. Да, ну и вообще, если, как бы, разрешить еще один кластер, то хуже точно не станет. Всегда можно, там, взять те же самые кластеры, но выделить одну точку отдельно в отдельный кластер, а это только увеличит правдоподобие. Поэтому, да, с ростом числа кластеров правдоподобие будет становиться лучше. А что же делать? Как выбрать число кластеров? Как-то регуляризацию на это делать, видимо. Ну, как это у нас называлась? Регуляризация на число параметров модели. Все-таки нельзя это назвать регуляризацией. Это совсем разные модели. У них разное число параметров даже. Обычное просто берут число кластеров как гипипараметр какой-то, зелень. Так, и откуда его берут? Ну, его просто подбирают, видимо. Ну, так подбирают по какому критерию? А, ну да, хороший вопрос. Нет, все верно, подбирают. То есть мы так, как бы, оптимизационный процесс мы не запустим какой-то нетривиальный. Да, мы переберем разные К, но как выбрать, какой К лучше? Ну, там можно, видимо, вводить такие штуки, как эфристики. Если мы объединим два кластера, то насколько станет хуже? И что они такое лучше? Смотри. Ну, знаете, такие эфристики. Да. Но здесь можно более концептуальный ответ найти. Мы все проходили в прошлом семестре. Как это? То есть это сравнение моделей, которые... Да, конечно. Здесь это очень хорошо работает, очень прямолинейно. То есть у нас, когда кластеров становится больше, у нас линейно растет просто число параметров. Кластеров встал на один больше, значит, у нас добавился один вектор мю, там одна матрица сигма и одно число в пи. И это вот в какой-нибудь бик или аик вставляется элементарно, и там все хорошо работает. Вот. Так. А, алгоритм К средних я, кстати, не проговорил. Возможно, он вам знаком. Алгоритм К средних — это такой жесткий ЕМ. Жесткий в том смысле, что схема та же. Мы на каждом шаге пересчитываем принадлежности точек к кластеру, а потом переобучаем параметры кластеров. Но в ЕМ алгоритме мы считаем ожидание Z, вот этих принадлежностей, а в алгоритме К средних мы просто жестко прикладываем точку к самому вероятному кластеру. Ну, по умолчанию прям к ближайшему, если мы в ефледовом пространстве. Вот. А потом сдвигаем там центр кластеров в среднюю его точку. И поскольку нам не нужно здесь считать само правдоподобие, потому что мы ожидания не считаем, мы просто к ближайшему относим, то матрицу к вариации можно не оценивать, а считать как бы константной для всех кластеров. То есть, менять только мю. Вот. Ну, наверное, вы слышали про алгоритм К средних. Вот, по сути, это такое упрощение алгоритма ЕМ. Так, что еще? Обоснование ЕМа, это мы обсудили. История. Вот, видите, в 76-м году появился доклад про ЕМ-алгоритм, но уже вот в общем виде, в том виде, в котором я вам наказывал, что он работает. А так вот идеи, видите, Чеппеллини, 55-й год, это мы обсуждали. Вот это, кстати, меня удивило, когда я читал об этом, что вот эта вот вероятность, которую мы посчитали, что там организмы плюс-плюс появляются с вероятностью, ну, тут П и Ку, это Ку, это 1 минус П, вот, с вероятностью П в квадрате на П в квадрате плюс 2ПКУ, а, соответственно, гетерозиглотные организмы 2ПКУ на П в квадрате плюс 2ПКУ. Вот, в генетике это прямо именной закон. Называется закон Харди-Вайнберга. Ну, не знаю, в чем тут тонкость. Может, не очевидно, что они независимы, не знаю. Вот, и, да, вот Чеппеллини такую итеративную схему предложили, потом свойства и расширения, это мы все обсудили, обобщенный ЕМ, стахастический Монте-Карло, оприводные распределения и пример модели Брэдли Терри, вот мы обсудили. Ладно, хорошо. Тогда на сегодня хватит. Спасибо за внимание. В следующий раз у нас будет очень интересный, нетривиальный пример, в котором будем считать сусликов. Но до этого еще надо дожить. Это будет не на следующей неделе. Спасибо. До свидания.